Спасибо, что собрались. Сегодня мы поговорим про цифровое искусство, покажем его, обсудим, обсудим со всех сторон. Сейчас будет блок лекций. После лекции у нас будет небольшой показ студенческих работ, которые делались для экрана. Мы со студентами из Британки, из Scream School, делаем различные проекты в разных местах города, показываем, размещаем, чтобы было поинтереснее. И после начнется дискуссия, где мы, собственно, проговорим про NFT, криптоарт, цифровое искусство и вот это все. Сейчас я хочу пригласить сюда ко мне Алексея Фалина, SEO и кофаундера Rarible.com. Давайте похлопим. Спасибо. Всем привет. Круто открывать этот ивент. Сразу спрошу, кто знает, все знают, что такое NFT или кто-то не знает. Очень здорово подготовленная аудитория. Расскажу тогда про Rarible, про то, как лучше позиционировать себя, как лучше продавать, что работает и что сейчас на рынке лучше всего продается. Да, Rarible – это топ-2 маркетплейс по юзерам, по объему в мире. У нас очень исторически сложилось, очень сильная комьюнити крипто художников всегда было. Поэтому очень много классных художников продавали когда-либо и сейчас продают работы свои у нас на Rarible. Что такое обычное NFT в связке с артом, с художеством? Чаще в последнее время это уже ближе к комьюнити. То есть часто это не просто некая картинка, которая создана в специальном формате NFT. Это некая комьюнити. То есть за каждой успешной NFT стоит некая история. Так, например, может посмотреть один из самых успешных Bipple. Он, в принципе, создал для себя бренд, что он создает работы каждый день. И вот это некая уникальная история, которая создает ценность для его работ. Ну, помимо того, что они очень крутые с художественной точки зрения. Соответственно, всегда лучше продаются те работы, у которых есть какая-то история, концепция. Когда это все есть, когда эта концепция нравится людям, появляется некое сообщество людей вокруг уже этих работ. Так, ну вот, очень много примеров есть среди художников. Там Лерона есть такой художник у нас, например, на Rarible часто продает. Есть концепция Boyz. Это 3D-аватары в различных… Выглядят они примерно одинаково все. То есть это некая концепция, это серия работ. Но сделаны из разных материалов. Там есть деревянные, стеклянные, железные, грустные, веселые. Вот есть некая концепция. И вокруг этой концепции уже сформировался клуб. То есть есть люди, у которых обладатели этих работ. И есть те люди, которые хотят войти в этот клуб. Эти аватары стали популярны у многих крипто… Скажем так, основателей, первых там ведущих людей в различных крипто стартапах. Это некая там своя аудитория, свое комьюнити. Соответственно, поскольку за успешным NFT стоит комьюнити, стоит какая-то история, всегда лучше продаются и работают NFT, которые выглядят как серия. То есть это не какая-то одна работа. Потому что за одной работой построить какую-то историю достаточно сложно. Это большая работа и времени требует. И чтобы просто продать одну картинку, чаще всего это не очень эффективно. Поэтому лучше всего работают с точки зрения денег, например, и какого-то успеха. В продажах подход работает, когда это серия. То есть художник создает какую-то концепцию, создает историю за этой концепцией и начинает делать первый дроп, второй дроп, третий дроп. И они идут в течение какого-то длительного времени. То есть за полгода, например, есть возможность очень сильно вырастить это комьюнити, найти тех людей, кому эта концепция интересна, кто видит в ней какой-то смысл. И как только формируется ядро этого комьюнити, начинают туда подключаться еще люди. Как формируется комьюнити? Сейчас все практически происходит в Твиттере и в Дискорде. Всем рекомендую, кто даже делает просто исключительно уникальные какие-то арт-объекты, отдельные работы, просто как автор, для того, чтобы успешно продавать, нужно все равно развивать свой бренд. И обязательно заводите Твиттер. Это некий такой на мировом уровне способ коммуникации, конкретно в NFT. Почти все там, на английском языке, на весь мир. Делайте Твиттер, копите подписчиков, формируйте комьюнити, делайте дропы. И сформируется какой-то уже пул подписчиков. После того, как это все есть, и для этого требуется какое-то время, там это несколько месяцев, полгода, за полгода можно сформировать достаточно хорошее комьюнити. Кому это удается сделать, они выходят на очень хороший уровень продаж, заработка. И, собственно, у них всегда есть какая-то аудитория, которая уже покупает это. Создается спрос. За счет этого цена вырастает. И за счет этого появляются там… Эта комьюнити растет. Чем больше комьюнити, тем выше цены. Условно говоря, так это работает. Да, на Rarible. Чем отличается Rarible от остальных площадок? Кроме Rarible существует специфически для продажи именно цифрового искусства, только не коллекционных NFT, не всяческих других NFT, а их очень много. Кроме криптоарта существует еще огромное количество там юзкейсов и направлений. Существует еще SuperRare и Foundation. Это две. SuperRare – это самая старая площадка. Им уже года 3-4. А Foundation – это новая площадка, но они таргетируются только на арт. И в этом их фишка. SuperRare и Foundation – они меньше Rarible с точки зрения юзеров и объема, но специализируются исключительно на арте, на криптоарте. И там нет 1155 коллекций. На Rarible вы можете делать Editions. Editions – это такой формат NFT. Их всего по сути два варианта. Ну, самый популярный, точнее, не популярный, а самый старый формат – это 721. Это когда у тебя только одна картинка. Один из одного, так называемый. И есть 1155 формат. Он существует только на Rarible и на OpenSea. 1155 позволяет вам сказать, что вот эта работа продается в количестве тысячи копий, например. Ну, любого количества копий. И люди раскупают, то есть выкладывается как бы один токен, и у него может быть несколько обладателей. Часто художники делают в таком формате дропы для широкой аудитории. То есть когда в какой-то момент цены настолько вырастают, что комьюнити, которая хочет что-то купить у художника, оно сильно больше, чем художник может сделать, чтобы дать возможность, ну, как сказать, сохранить это комьюнити в каком-то смысле и дать всем возможность поучаствовать. Делаются дропы, там, допустим, 100 или 1000 копий. Они обычно гораздо дешевле. Ну, одна копия, естественно, там, если художника минимальная цена уже сложилась, там, это 5-10 эфиров. В текущих ценах это, там, условно говоря, 30 тысяч долларов. Мало кто может купить за 30 тысяч долларов. Вот художник делает дроп, где это 1000 копий, делит на 1000, и это уже, там, 3 доллара копия, например, там, или 30 долларов копия, да. Это уже реально. И есть та же Лерона со своей коллекцией Бойс. Она делает такие дропы регулярно. И это возможность для более широкого, как бы, комьюнити поучаствовать, купить. Но это не так круто, как иметь один из одного, то есть в уникальной копии этот Бойс. Но в уникальной копии он стоит, там, десятки тысяч долларов сейчас. Да, поэтому у нас больше ликвидность, больше юзеров, и есть возможность сделать 1155 формат. Это чем Rarible отличается. В том числе мы, ну так, одна из крупнейших у нас категорий NFT, это криптоарт. Что еще интересного? Я не знаю, насколько здесь аудитория занимается только цифровым искусством, имеется в виду с точки зрения графического искусства. На самом деле сейчас появляется все больше форматов различных. Это и 3D, это и видео, и даже программируемый арт. То есть последнее время очень популярен генеративный арт. То есть это некий художник, он еще либо коллаборируется с программистом, либо сам является, ну как бы умеет это делать. И он пишет некую программу, которая обычно с каким-то случайным сидом, так скажем, начальным и стартовым состоянием, генерирует какой-то объект. И этот объект даже можно там двигать мышкой, он может быть 3D. Вот такие, это самое такое последнее, что начинает набирать популярность. Вот эти вещи, ну такие очень новые, то есть имеется в виду, что форматов может быть очень много. Здесь очень большое, как бы сказать, творческая свобода, поэтому кто хочет экспериментировать, я думаю, это хорошее время. И вообще обычно комьюнити хорошо воспринимает эксперименты. То есть там быть первым, кто создал какой-то специфический формат NFT, это очень здорово, особенно если это станет популярным. Поэтому экспериментируйте. Тоже всегда это хорошо работает. Генеративный арт, да, я уже сказал про него, супер популярно, особенно формат 10K Collections, может быть кто-то видел. Это больше связано с аватарами, то есть это когда есть какой-то аватар, есть генератор этих аватаров. Это, наверное, ну менее относится к искусству, больше к какому-то, я не знаю, такому, не знаю даже как это назвать, в общем, в какой-то смысле шанс, случайность, лотерея, в общем, такое направление интересное. Очень популярно, но среди этого направления существует такой проект, как Artblocks. Кто-нибудь знает про этот проект? Artblocks, вот, кто-то знает. Это классный тоже проект, он просто позволяет, это как бы отдельный сервис для выпуска генеративных токенов. В общем, Artblocks – это проект, который каждую пятницу выпускает генеративный арт. То есть это некие обычно известные, очень какие-то там именитые художники, которые даже до этого не делали генеративный арт. Они в какой-то момент приходят туда, разбираются, как это сделать, и создают некий код программы, и задают количество копий, которые можно купить. И все, кто покупает, как бы, сказать, момент транзакции, по сути, вот эта случайность того момента, когда транзакция происходит, она задает набор параметров для картинки. И получаются различные картинки для различных покупателей. Artblocks – это сейчас топ-3 по объему торгов вообще из коллекции всех. То есть очень популярная штука. Поэтому генеративный арт отдельно посмотрите на это. Если кому-то это понравится и кто-то разберется, как это делать, то это очень популярно. И попробуйте попасть в Artblocks, чтобы сколлаборироваться с ними. Да, вообще коллаборация – очень крутая штука для развития. То есть если кто-то только начинает, всегда здорово попробовать сколлаборироваться с кем-то более известным. Очень много начинающих художников таким образом очень быстро набирали популярность. Коллаборации, различный генеративный арт, то есть это некие различные новые форматы. То, что прям смотрите на это, разбирайтесь, изучайте. Что еще? Музыка, видео, различные форматы. Все это можно загружать на Rarible. Rarible может продавать, дает возможность и видео загрузить, и аудио, и даже генеративный арт скоро будет у нас как опция. Да, у нас очень удобный интерфейс для создания токенов. И там продажи, аукционы, все это есть. Так, давайте вопросы? Давайте, да. У меня прям накопилось, но я готов отдать микрофон кому-нибудь из аудитории. Кто-то, вопросик? Поднимите руку, я вам отдам микрофон. Ой, да ладно. Никто не хочет быть популярным, знаменитым. Давай. Привет. Спасибо за рассказ. Я хотел спросить, поддерживаете ли вы другие блокчейны помимо эфириума? И планируете ли вы делать NFT дешевле через layer 2? Да, поддерживаем, ну как поддерживаем. Очень давно в разработке это все и скоро выйдет в продакшн. Будет сразу поддержка нескольких EVM compatible chains, так называемых. Ну, то есть это Matic, Binance, Smart Chain. Matic это полигон сейчас называется. Вот первая очередь. Плюс будет Flow. Это layer 1, не layer 2, даже layer 1 solution. Flow это, кто знает, что такое Flow блокчейн? Ага, не так много людей. В общем, Flow это отдельный блокчейн, который придумали ребята, которые сделали первую популярную NFT коллекцию CryptoKitties. После нее они там поняли, что куча проблем есть с эфиром и сделали свой отдельный блокчейн Flow. И Flow очень популярный на самом деле в Штатах. Там делаются в основном спортивные NFT. То есть это NFT связанные с там нарезаются моменты различных спортивных соревнований. И в принципе в Штатах очень хорошо продается. По количеству пользователей они вообще самые крупные в мире на самом деле. Удивительным образом. То есть у них прям очень много сотен тысяч американцев покупают спортивные NFT. Как-то так сложилось, что арта там нет пока. Но вот мы, наверное, подключим, когда будет больше арта на Flow. Спасибо. Привет. Меня Андрей зовут. Я художник. У меня сейчас грядет такая большая коллаборация с журналом эротическим Penthouse австралийским. И я сделал обложку для них. И я предложил им продать обложку как NFT. И думаю, может быть через Rarible. И вот такой вопрос. Как можно сделать, чтобы два владельца как бы было технически? Это возможно? Два владельца? Или лучше как-то… А кто второй будет? Я. А первый? Я. Надо поговорить. Там различные все такие штуки специфические. Да, вот может быть всем будет полезно. Partnerships собачка Rarible.com. Особенно вот такие вещи, как бренды крупные, пентхаус, не знаю, там много других к нам еще приходят. Обязательно напиши. Там напиши, какие специфики этого запроса. Что-то там придумают. Плюс это возможность, если это что-то очень классное, интересное, получить фичеринг. У нас большой фичер-блог. Туда попасть тоже можно легко. Периодически туда попадают различные художники, ну и бренды, и коллаборации с брендами. Хорошо, спасибо. Привет. Хотел такой спросить вопрос. Я занимаюсь видео, рисую их. Я работаю часто с музыкантами. И они потихонечку тоже вваливаются в всю эту тему. И встает вопрос. Мы хотим токенизировать свое искусство. Вот как бы нам все это лучше сделать? Хотел спросить, есть ли у тебя какие-то советы для музыкантов, которые хотят токенизировать свой арт, свой движ, то, что они делают? Вот такой вопрос. Спасибо. Да, хороший вопрос. Музыка пока еще не вышла в какой-то прям тренд. Но тем не менее много экспериментов делается. Ничего сложного нет. Можно прийти прямо на Rarible, загрузить свою композицию и создать из нее NFT, продать. Просто отправь их на Rarible создавать. Я начну. Наверное, речь больше про то, что вот именно в коллаборациях с артистами, которые типа дизайнеры… Да, но обычно обложку рисует художник. То есть там NFT, она состоит из обложки и из аудио. Там можно и арт добавить, и аудио добавить. Есть очень крутой, как сказать, кейс у нас. Это Jingle B. Такая группа. Они сделали дроп из нескольких десятков композиций. Причем одновременно. И там был аукцион на все эти композиции. В итоге очень здорово продали. Там за один день больше 130 тысяч долларов, по-моему, они продали все эти композиции. Достаточно успешный дроп. Там были классные картинки, классная музыка. Спасибо. Здравствуйте, Алексей. У меня немного занудный вопрос, но я нигде не могу найти на него внятного ответа. Может быть, вы сможете ответить. Я сама 3D-художник, и мне довольно часто поступают предложения, связанные с NFT. От которых мне приходится отказываться, потому что не очень понятно, как поступать с таким доходом. То есть непонятно, как его декларировать, платить за него налоги. Причем, насколько я понимаю, в России пока запрещено расплачиваться криптовалютой за товары и услуги. То есть непонятно, ну вот допустим, у меня есть работа, допустим, ее даже купили. Вот что, как дальше поступать с таким доходом? Можете, пожалуйста, рассказать. Да, интересный вопрос. Так сложилось, кстати, возвращаясь к flow, блокчейну. Там так хитро устроено, что там можно продавать, и вообще все практически продажи идут за обычные деньги, но правда за доллары в штатах. И продавец тоже получает доллары, то есть там нет вообще криптовалют. Кроме flow так никто не работает. Во всех остальных блокчейнах все существует за какую-то свою валюту, обычную криптовалюту. И автор, соответственно, получает в результате продажи тоже криптовалюту. Что делать с криптовалютой? В России очень неопределенное законодательство в этом смысле. Периодически это считается нелегальным, периодически это считается легальным. Но я не знаю, насколько Binance сейчас работает. Нет в России. Ну, Эрмитад же продает. Я имею в виду сама биржа. Не забанена еще. По-моему. В Binance, скорее всего, нужно перевести криптовалюту в обычные рубли. Чтобы это сделать, нужно найти биржу. Самая, скорее всего, рабочая биржа для России – это Binance. То есть там есть какие-то наборы пользовательских соглашений. Поскольку они работают в России, если сайт открывается, значит они… Я думаю, что у них все хорошо с юридической стороны. То есть эти соглашения соответствуют российскому законодательству. Если там можно поменять на рубли и вывести себе на карту, значит это и должен быть вполне себе легальный способ. Дальше как работать с деньгами, которые вам пришли на карту? Очень просто. Вы можете зарегистрировать ИП и заплатить налоги. ИП может декларировать все свои доходы, которые пришли, и платить 6%. Я думаю, если задача стоит – задекларировать все, заплатить, то Binance какой-то… Я могу здесь подсказать как раз. Можно не выводить даже в крипту. То есть по факту вам нужно показать, что деньги пришли. Вы можете оставить их условно на аукционе или на площадке, куда они вам пришли, и просто пойти заплатить по 3 НДФЛ. Мне пришел доход за год от продажи чего-то. Это будто бы… Не знаю, у вас просто человек за рубли купил что-то, и вы по курсу примерно декларируете, что вы заплатили 3 НДФЛ, и когда эти деньги каким-то более простым способом вы сможете вывести на свою карту, вы сможете сказать… Я во втором году, в 2021 заплатил налог, вот продажа вот этого арта, вот смотрите, вот сумма, она соответствует курсу на тот момент, и сейчас я заплатил налоги. То есть это как элегантизировать. Другой вопрос, безусловно, как получить сами деньги. Вот это вот дать через Binance и все остальное. Но как бы обелиться перед правительством и налогами можно, даже без регистрации, собственно, ИП. Да, да, да. В России, наверное, вот только так. И декларировать можно, платить налоги можно. Вроде как все только за. Правительство очень радо будет. Но может быть опасно. Могут заблокировать, мне кажется, если сумма какая-то большая грохнется в долларах или в рублях на счет. Ну точнее попросят, типа откуда сумма, что с ней, что, откуда она, почему, откуда взялась. И тогда точно нужно будет показывать документы. Окей. У меня есть вопрос. А как быть со сложно сочиненными действительно конструкциями, где там, не знаю, несколько авторов, как кто-то хочет по смарт-контракту, там, не знаю, получить часть, там, не знаю, часть пожертвовать и так далее. Это люди сами делают на своей стороне? Или это какой-то есть сервис у вас внутри? У нас есть такая возможность. Ее пока нет в интерфейсе. Но, то есть есть у нас интерфейс сам по себе. Это веб-сайт, куда можно зайти и накликать все. А есть еще большая часть. Это набор смарт-контрактов и бэкэнд такой протокол, рарибл протокол. Вот на уровне протокола это все работает. И это называется сплиц. То есть можно задать распределение комиссии на несколько адресов. Там может быть и черити, какой-то адрес, донейшенов. Все это есть. Мы сейчас это делаем в ручном режиме для каких-то вот специфических известных дропов, где есть задача сразу отправить это в благотворительность еще куда-то. Можно через поддержку это все сделать. Но скоро это будет и в интерфейсе. Просто пока там очень много задач, и это не суперприоритетная задача. Но вообще возможность есть, и так уже работают. Интересно, что в Штатах мотивация для этого в основном такая, что та компания, которая делает дроп, она не хочет получить все деньги, потому что ей придется заплатить все налоги. Им нужно, чтобы сразу на все адреса отправили, и чтобы все сами платили налоги. Вообще в Штатах с налогами все очень хорошо. Там все с этого платят налоги, отчитываются, и даже какие-то сервисы есть, которые помогают их считать. Вы же ведете наверняка статистику, а кто ваши основные покупатели за площадки? То есть поригонально Америка, Россия. Кто эти люди, которые покупают именно арт? Ну, конечно, Америка топ-1. Но Россия, кстати, тоже неплохо где-то находится там в топ-10. Ну, вообще Америка, Европа, в Европе конкретно Франция больше, чем остальные страны по каким-то причинам. Окей. А относительно самих людей известно ли что-нибудь? Это криптоколлекционеры. Это кто давно закупился и ходлил очень долго. Есть какая-то демография? Есть, конечно. Там много различных категорий тех, кто покупает NFT. То есть да, там есть профессиональные трейдеры, которые покупают, чтобы перепродать. Наверное, в деньгах эти люди делают большую часть оборота, скажем так. Есть люди, которые покупают просто потому, что им нравится. То есть коллекционеры. Они даже могут просто листать ленту, им что-то понравится, визуально и купить. Это большая тоже группа людей. Есть артисты, они сами покупают друг у друга, потому что хотят поддержать кого-то, потому что им что-то нравится. То есть такое тоже есть. Вот основные, наверное, такие три группы. Окей. Хорошо. Вопросики еще? Тот край у нас очень активный. Я вот сейчас молодому человеку дам, потому что я что-то не задавал. У меня вопрос из заголовка лекции. NFT – это больше все-таки про хайп, или в этом есть какой-то реальный value и долгосрочная история? Да, интересный вопрос. Мы запустились два года назад. Тогда объем наших сделок в месяц был порядка 30 тысяч долларов. А сейчас у нас порядка 30 миллионов долларов в месяц. То есть это за два года. Изменение рынка. Когда мы тогда это все делали, не было никакого хайпа и даже не было рынка. Но что мы в этом видели? Мы видели очень крутую технологию. То есть возможность создавать цифровой контент в уникальном виде – это очень крутая штука, которая позволяет сделать очень много юзкейсов. Мы, в принципе, с этого начали, и в этом есть основная суть этой технологии. А дальше, да, есть какие-то хайпы. Они уже, наверное, третья волна идет хайпа. Так, если брать, оно вот было зимой, потом стухло немного, а сейчас опять хайп начался. Сейчас хайп генеративного арта и PFP, но вся та аудитория, которая накапливается, она все равно остается. То есть, да, здесь есть базовый уровень использования и базовые юзкейсы для этого всего. Поэтому никуда это не денется. Хайпы еще будут, потому что это интересный рынок. Вообще криптовалюта свойственная. То есть там два состояния. Либо полная жадность, либо полная паника. Вот просто либо вверх, либо вниз. И также близко к NFT. Но NFT немного отличается от общего крипторынка, и там как бы немного более сглажено это на самом деле получается. Ок, спасибо. Вот еще у меня вопрос такой. А можно подарить как-то NFT через Rarible? Для этого, ну вообще да. Вообще в принципе это работает через трансфер. Можно просто токен перевести, сделать трансфер другому пользователю. На Rarible есть кнопочка трансфер. Можно сделать трансфер и все. Хорошо. Спасибо. Здравствуйте. Я хотел бы узнать, есть ли какие-то прикладные сценарии использования NFT токенов вообще этой технологии, может быть, не сейчас, в будущем, то, что обсуждается. А что понимаешь под прикладными? Ну, помимо простого коллекционирования, можно ли эту технологию задействовать как-то еще? Да, конечно. Ну, опять же, как это работает? Есть сама по себе технология, да, а есть ее применение. Часто бывает так, что технологию создают, а применение находят, может быть, и через 10 лет даже, да, через 20 лет, в разное время. Так вот, NFT также различные применения люди придумывают в разное время. То есть это все началось с игровых айтемов, самое первое применение. Потом следующий большой уровень, ну, как широкий адопшн был, это криптоарт. Сейчас это генеративный арт. И постоянно идут эксперименты с различными другими механиками. Вот. Из такого, наверное, что вот последнее было, то есть вообще много экспериментов было, но из интересных, которые получили прям хороший охват, это, наверное, вот буквально две недели назад самое такое интересное, что было, это Loot Project. Кто-нибудь знает, что такое Loot? О, самый опытный пользователь. Loot Project – это очень крутая штука. Что люди сделали? Они продают слова. То есть NFT – это набор слов, 10 слов. Как это работает? Это первое в своем роде bottom-up community, когда обычно раньше было так, что кто-то создает NFT, автор, да, вот у него есть концепция, все то, про что я рассказывал, это все работает, но автор как бы стоит за своими работами. И когда его покупают, все ожидают, что автор еще что-то будет делать, там будет какое-то развитие, может быть связанное с предыдущими NFT, может быть не связанное. Кстати, еще один пример – это Bored Apes Club. Это аватарки обезьян. Их выпустили, раскупили, и сейчас недавно они выпустили отдельный NFT токен, мутирующая жидкость. Ее можно купить, применить к своей обезьяне, получить новую обезьяну. Новый NFT, то есть некий там utility, вот этот, наверное, про что спрашиваешь, да? То есть есть use case. Loot Project еще круче сделали. Они сказали, вот построим новую вселенную. Как построить новую вселенную? Надо, чтобы ее кто-то придумал. Сложно кому-то придумывать, пусть придумывает комьюнити. Чтобы комьюнити придумывало, надо сделать как бы seed этого комьюнити, создать его. Чтобы создать комьюнити, сделали, выписали там, допустим, некие признаки, взяли 10 признаков. Оружие там, не знаю, специальная сила, магия. Несколько типов признаков. Потом написали очень много вариантов на каждый из этих признаков. И сделали контракт, который случайным образом выдает NFT с набором из этих 10 признаков. И получается, что ты покупаешь, у тебя NFT, магия, невидимка, меч, ну вот такое, черный, цвет, эльф. Вот какой-то набор 10 слов. И дальше все деньги, которые собрали, идут в DAO. То есть их нельзя потратить. Есть голосование. Чтобы их тратить, надо голосовать. Короче говоря, все, кто раскупили, они получили себе как бы карту игровую. Чтобы дальше задача всех тех, кто купил, они должны придумать, что делать дальше. То есть они сейчас придумывают это комьюнити, кто купил эти все штуки. Они придумывают теперь, как они там построят это, какие там интерфейсы. И это очень интересный кейс, experience, потому что там собралось 10 тысяч человек, владельцев. И там очень классные идеи. И художники, они рисуют уже графику, то есть рисуют уже персонажей. И это будет как бы от игры. Ну первая там базовая версия, что это будет какая-то игра. Но в целом это может быть какой-то там, не знаю, серия книг, например. Потому что вот есть и связанная с этими NFT. Уже поверх этого сделали дроп золота. То есть если ты обладаешь этой NFT, тебе прилетает виртуальное золото, которое будет в этой виртуальной вселенной. И сейчас самый горячий спор – это как голосовать, используя это золото или используя эту NFT. Ну там свое комьюнити, все это в дискорде происходит. Вот поэтому тоже, да, все делайте дискорды для своих комьюнити, твиттеры. Как-то так. Очень много. Мы увидим много. То есть это программируемая штука, поэтому будет точно в ближайшие 5-10 лет очень много более-более сложных уровней. То есть каждый уровень программируемый, он сложнее. Надо разбираться, поэтому люди сложнее вовлекаются в это, и время дольше проходит, пока будут какие-то юзкейсы классные. Спасибо. Ты сейчас про кейс рассказываешь. Но я так понимаю, что он больше все-таки техногиковский. В меньшей степени такой для широкой аудитории. А есть ли какой-то такой, например, кейс, что массово все могут поучаствовать, купить что-то очень быстро, просто? Ну вот самый массовый кейс на сегодня – это топ-шот на флоу. Это нарезка моментов из игр NBA, NBA, баскетбол. А кому права принадлежат? Самому NBA? Да, NBA. То есть они сами релизят? Нет. Флоу сделала какой-то контракт с NBA. То есть права изначально у NBA, есть какая-то там лицензия на вот эти NFT-шки на какой-то там очень долгий срок, эксклюзивный и так далее. И вот они перепродают это все. Но выгоды приобретатели – это NBA. Почему? Флоу тоже. Ну в каком-то там комиссии процентах. Флоу зарабатывает комиссию, люди покупают эти NFT-шки. Ну то есть, например, как это работает? Есть какая-то команда, они раскупили их там нарезку моментов. Потом эта команда стала из аутсайдера топовой. Все подорожало, они перепродали. Ну много кто там зарабатывает и выигрывает на этом. Теперь карточки баскетбольные условно не бумажные. Да-да-да. На самом деле в Штатах это десятки лет существуют именно баскетбольные карточки бумажные. И в принципе сделали такую диджитальную версию. Ну и здесь, соответственно, уже гораздо рынок там в сотни раз быстрее. Тебе не надо… Ну их также перепродают, но здесь ты можешь перепродать очень легко и просто, быстро. Причем у них все за кэш. То есть тебе даже скриптой не надо заниматься, а тебе на карточку как пользователю потом приходят доллары. Ну а в России получается доступно только тем, кто уже прикупил, у кого уже там кубышечка с беточком лежит. По-моему Flow давал покупать за российские карты. Не было ограничений. Хотя это скорее баг. Вот смотри, мы просто разобрались с тобой сценарий, когда вот человек продал и у него получилась какая-то сумма, и он может ее реализовать. А есть сценарий, как можно зайти наиболее простым способом, чтобы получить крипту? Да, ну конечно, на Rarible даже есть за карту можно пополнить кошелек. Ну есть сколько-то провайдеров, которые это делают. Там проблема только, что надо сфотаться с паспортом, пройти KYC и лимиты небольшие. Особенно на первую покупку. На первое пополнение как бы криптосчета с карты обычно там какие-то низкие лимиты, типа 500 долларов, 1000 долларов, но обычный стандартный лимит порядка 10 тысяч долларов в неделю. И это растет. Прям каждый месяц нам вот приходят новые предложения от провайдеров, что мы теперь уже даем не 10 тысяч, а 100 тысяч в неделю. То есть там практически онлим будет скоро, через полгода пополнение с карты в крипту. Я не знаю, как правда для российских карт, для американских точно будет работать, для российских, может другие будут лимиты. А поднимите руки, у кого есть крипта. А кто, ну вас немножко, ладно. Хорошо. А кто хотел бы закупиться? О, смотри, как народ есть. Можно закупиться. Я так понимаю, самый простой способ получить крипту, сделать что-нибудь, продать и потом ее начинать тратить. Да, есть только один нюанс. Чтобы что-нибудь сделать, тоже нужна крипта. В эфире это так работает. Но есть lazy minting, так называемый. Он у нас тоже почти готов. Уже давно готов. Только на интерфейс не можем никак добавить. Это возможность ничего не платить и создать NFT. Вот это классная штука. Платит потом покупатель. То есть вот если кто-то потом найдется, кто хочет ее купить, в его транзакции будет зашито выпуск от NFT реальный. То есть как бы все транзакции происходят в момент покупки. Вот lazy minting тоже очень скоро будет на Rarible. Это возможность уже без крипты делать. Пока что нужен какой-то эфир, чтобы сминтить работу. Я думаю, что… Поднимите руки, кто понимает, что было только что произнесено. Ну смотри, половина аудитории. Расскажи просто немножко про эфир, про газ, про minting. В смысле как это работает? Ну эфир это блокчейн. Блокчейн сеть это тысячи-тысячи компьютеров, на которых работает одна и та же программа. И которые, собственно, выполняют все операции. То есть любая операция в сети эфириум выполняется на каждом компьютере, который существует и подключен к этой сети. То есть по факту это там, не знаю, сейчас сотни, наверное, тысяч компьютеров. Все считают одно и то же. Поскольку вот есть такое огромное количество, которые делают одну и ту же работу, это все очень секьюрно. И поэтому там есть DeFi, в котором крутятся миллиарды долларов. И обмануть вот сотни тысяч компьютеров, которые одно и то же считают и сверяют результат, ну практически невозможно. Какая проблема? В итоге каждый компьютер должен посчитать все. Чтобы количество операций не превышало реальную возможность считать для одной машины, есть встроенный газ так называемый. Газ это промежуточная такая штука между эфиром. В общем, газ регулирует стоимость. То есть когда всем срочно нужно купить какую-то NFT, что сейчас происходит, какой-нибудь drop 10k collection новый, начинают куча ботов еще делать транзакции, количество транзакций начинает зашкаливать. Чтобы этого не происходило, цена автоматически за каждую транзакцию растет вверх экспоненциально. И в какой-то момент люди просто уже не могут отправлять транзакции. И это всегда отсекает на каком-то уровне ценой тех, кто хочет совершить транзакцию. Поэтому цена за транзакции в эфире постоянно растет, падает за счет того, что есть нагрузка на сеть. Вот этот баланс цены позволяет держать нагрузку на сеть, по факту максимальный, но не превышающий, чтобы это вообще все работало. И да, когда все супер популярно, всем нужно что-то покупать, трейдить, делать транзакции в эфире, цена резко возрастает. Поэтому можно подождать. Есть даже специальные сервисы, где статистика по воскресеньям, вечером по штатам, по-моему, самое дешевое время для минтинга, самые дешевые транзакции. Окей. Хорошо. Тогда давайте последний вопрос, если он есть. Здравствуйте. Спасибо за лекцию. Я Саша. Я программист из Вистеха. И мне интересно, допустим, новости из мира программирования долетают до меня достаточно быстро. А как можно войти в информационное поле NFT? Вот такой вопрос. Информационное поле NFT. NFT это как часть крипторынка, весь крипторынок. Информационное поле это Twitter. То есть Twitter, подписываться, найти, ну не знаю, Rarible, да, вот ты уже знаешь, первая точка входа. Посмотри, подпишись на Rarible, посмотри, кого лайкает аккаунт Rarible, на кого подписан аккаунт Rarible. И вот такой discovery надо подписываться. Очень специфический формат. Он очень быстрый. То есть там в каком-то смысле нужно постоянно находиться, 10 раз в день проверять. Но в криптомире все существует в Twitter. Сам криптомир очень быстрый. То есть там как бы динамика другая. Проектов, развития всего. Поэтому вот скорость Twitter, она примерно соответствует. То, что ты не увидел сегодня, завтра уже не актуально. Спасибо. Спасибо тебе, Алексей Фалин, кофаундер и CEO Rarible. Спасибо. Rarible. Rarible, да. Спасибо. А сейчас я хочу позвать… Так, Алексей не уйдет далеко, еще вы можете поймать его, пока он проходит в ту сторону. С вопросиками. И сейчас я приглашаю Бориса Кислицына, сооснователя креативного директора бюро Pitch, который тоже расскажет про последний NFT проект. Сейчас я запущу тебе. Через минутку. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Это действительно так. Я креативный директор бюро Pitch и мы занимаемся в основном музеями и выставками, сложными мультимедийными инсталляциями. Но вообще всем, где есть какое-то мультимедийное технологическое волшебство от подсветки мостов до разных арт-проектов, которые нас достаточно часто зовут. И так случилось, что недавно я был в Нижнем Новгороде, ну, месяца полтора назад, и меня позвали организаторы замечательного фестиваля мультимедийного интервала, который там проходит, уже не один раз. принять участие в этом фестивале. Сказали, что есть замечательное здание у нас, это фабрика «Маяк», архитектора Шехтеля. И, собственно, попросили сделать что-нибудь с фасадами, попросили сделать мэппинг. Ну, мы очень любим по роду своей деятельности и вообще в целом по философии экспериментировать с разными форматами. И мы задумывались о том, что могло бы удивить всех и что могло быть интересным нам, потому что уже есть такая пословица расхожая, что мэппинг is dead, которая введена в оборот благодаря Саше Усу и Силы Света. Ну, как бы то ни было. И подумали о том, что вот есть фестивальный формат у нас, и фестиваль предполагает возможности для большого количества художников. И вот выступая на разных мероприятиях, в том числе вот в Британке выступал в прошлый раз, меня спросили из зала, а как вообще молодой художник может найти дорогу, как он может пробиться. И вот один из этих ответов был коллаборировать с кем-то еще, делать коллабы. Ну и, собственно, подумали, если у нас есть карт-бланш, такое замечательное здание в центре Нижнего Новгорода, и мы можем делать с ним все, что угодно, то почему бы не позвать всех вообще визуальных художников со всего мира присоединиться к нам и сделать такой вот коллаборативный проект. Мы устроили open call, разослали его по разным комьюнити, по сайтам и так далее. И, в общем-то, оказалось у нас больше 200 заявок со всех континентов, кроме Антарктиды, из которых мы потом отобрали 72. И как бы мы все собирали это вместе, поэтому получилось 75 художников вместе с музыкальным произведением замечательным Митей Вихорного. Вот здесь, к сожалению, сетап не предполагает, на самом деле, что можно все это увидеть, и у нас здесь нет звука, который очень важен. Это аудиовизуальное произведение, поэтому вот сверху есть на самом деле QR-код. Вы можете на него навестись и, собственно, увидеть нашу работу как токен и посмотреть ее уже в более удобном формате. И, собственно, когда мы решили позвать всех этих художников, мы звали их на некоммерческих основаниях. Мы предлагали им отправить работу на некоммерческих условиях, сохраняя все права, и вот именно для этого кейса. И, собственно, понимая, что вот сейчас как бы NFT действительно хайп вокруг него, и очень много всего происходит и говорит, и говорят про это, он открывает большие возможности, технология, но и ставит очень большие вопросы. И вот в частности, вопросы, которые нас интересовали, это были вопросы авторства. Например, может ли быть у одного произведения много авторов. Вот как в этом случае у нас 75 человек, мы хотели удивить себя, то есть мы не ожидали вообще, что люди пришлют, можно было графику присылать, можно было motion графику, можно было 3D анимацию. Ну вот в итоге отобрали эти работы и уже как бы собирали их вместе, пользуясь им как отправной точкой, без какого-то конкретного замысла, потому что он ограничил бы свободу самовыражения художников. Вот, собственно, есть произведение, у которого 75 авторов, и все из них передали работы бесплатно. Мы решили, что мы исследуем феномены NFT и попробуем вообще понять на самом деле, где находятся эти шаткие границы. И решили после окончания работы, после показа, отминтить по количеству художников, количество токенов, что мы сделали. В общем-то, это был первый в мире коллаборативный видеомэппинг, который мы называли NFT-пинг. Он превратился в NFT. И мы одновременно на полигоне, совершенно без газа и бесплатно, отминтили 75 работ. Это тоже был принципиальный подход. Нам хотелось бы сделать все супермаксимально низкобюджетно, супермаксимально доступно для всех, отработать все эти технологии. Мы разослали, сейчас уже порядка 40 токенов. Не все прислали еще свои кошельки. Есть у художников. И что нас интересовало здесь? Ну вот сейчас, например, возможности у нас какие есть? Если мы открываем, например, свою страницу на одном из этих сайтов OpenSea или Rarible, первое, что мы видим рядом со своим токеном, это крупная кнопка продать. И мы понимаем на самом деле, что есть очень большое количество юридических ограничений, но они на самом деле здесь очень размыты, эти границы, и они на самом деле не действуют, потому что мы, все авторы ставили галочку в форме, что они передают для некоммерческого использования, получат токен для некоммерческого использования, но понятно, что любой из них может этот токен продать, потому что еще раз, это первая в мире была такая работа, и в ней приняло участие достаточно много известных художников, которые в том числе являются криптохудожниками и хорошо продаются. Это Misha Most, например, это Pixel Lord, ряд других художников, в том числе, из других стран. У нас в итоге 35 стран было со всех континентов, опять же. И мы на самом деле задумывались о том, что назрела необходимость в создании нового типа токена, который мы пока условно назвали Non-Tradable Token. Non-Tradable – это значит непродажный токен. Это токен, который не предназначен для продажи с самого начала по умолчанию. Почему мы решили это сделать? Ну, ответов на самом деле на это есть несколько. Первый из них, наверное, во многом идея этого произведения. Что мне было интересно. В 90-е годы я недолгое время входил в арт-группировку, которую называлось The E.B. Это сокращенно за анонимное и бесплатное искусство, которое, в принципе, достаточно радикально подходило к искусству, но считало, что настоящий художник создает произведение без желания прославиться или без желания его продать. И тогда это является настоящим искусством. И вот если мы говорим про NFT, то у нас здесь есть и анонимность, потому что ряда художников мы не знаем. Это просто какие-то аббревиатуры, наборы знаков. Они могут ее сохранять. И мы понимаем, что вот такие вещи на самом деле можно делать бесплатно от посылки работы до печатания самого токена. Ну и в принципе мы задумались о том, что является вообще объектом или предметом искусства. В целом, если проводить какую-то аналогию с криптоартом или вообще смотреть на его развитие, мне кажется, здесь есть несколько важных моментов, которые подвели нас к тому, к чему мы пришли. И мне кажется, что это эволюция художественных процессов. Первый из них, наверное, это было создание более ста лет назад Марселем Дюшаном его редимейдов. Велосипедное колесо и самый знаменитый фонтан Писуар, который он поставил на выставке Академии изящных искусств и вызвал чем большой скандал. То есть, во-первых, предметом искусства мог стать редимейд. Во-вторых, наверное, я бы вспомнил выставку, если не ошибаюсь, 63-го года Энди Уорхола, в котором он представил 400 коробок от хетчупа Хайнц и от порошка Абрилла. И сказал о том, что каждая копия, идеальные копии, один в один они были срисованы с коробкой, они являются предметами искусства. Ну и, наверное, после этого можно вспомнить Йохана Бойса, который в 70-е годы сказал, что искусством может быть все. И на самом деле искусство как бы определяет контекст. Поэтому, если оставить в стороне разные соображения, которые, например, гложат мою душу, такие как углеродный след, потому что мы понимаем, что десятки тысяч компьютеров, которые все это просчитывают как бы постоянно и так далее, они производят очень большой выхлоп, больше на самом деле, чем авиационные перелеты сейчас на планете производят криптовалюта и, собственно, NFT, углеродный след. Мы решили попробовать с тем, чтобы еще раз сделать 75 токенов. Это произведение, у которого нет на оригиналы или все 75 работ являются оригиналами. Они все не предназначены для продажи. И, в принципе, нам кажется, что эта идея очень правильная и здравая, потому что у нее есть очень большое количество практических приложений, как начиная, например, от этого, где мы другим образом не можем контролировать то, что эта работа не продается, не нарушаются ничьи права, так и заканчивая более близкими недавними примерами. Но я вспомню, например, неделю назад или две Эрмитаж продал пять работ искусства, как NFT токена. За 150 тысяч долларов был продан Леонардо да Винчи, за 75 тысяч был продан Ван Гог. Ну и в общей сложности пять как бы великих шедевров были проданы по цене, ну не самой лучшей, наверное, московской двушки в центре. У меня это вызывает вопросы. Вопросы, опять же, связанные с криптоискусством какие? Что произойдет, если, например, исчезнет оригинал? Что произойдет, если эта работа сгорит? Мы понимаем, что владельцем станет человек, у которого есть NFT токены. Мы понимаем, что этот человек может быть даже анонимным. Мы не знаем этого человека, мы не знаем, что с этим может произойти. Вот в принципе, этой работой мы хотели бы подвести к тому, что я знаю, наверное, что многие из вас пришли сюда, чтобы послушать о том, как зарабатывать деньги. Но я хотел бы как раз говорить об обратном, что эта технология должна быть использована в том числе и для того, чтобы сделать искусство доступным всем, работать на подобие, может быть, лицензии Creative Commons. То есть мы можем как бы пользоваться этой работой, но не можем ее продавать. И, собственно, есть такая идея, может быть, знаете, у Амазона и у многих книжных сервисов и музыкальных издательств есть такая опция Print on Demand. Вот, собственно, хотелось бы, чтобы появилась опция Mint on Demand, когда все те работы, которые вышли из срока охраны авторских прав, это великие произведения искусства, тот же самый, не знаю, Микеланджело, Ван Гог и так далее, были доступны, как вот этот non-tradable NFT токен, который нельзя купить или продать по умолчанию. Это не цена его ноль, как и сейчас-то указывается, потому что она может измениться, а просто прочерк вводит, отсутствие цены. И, собственно, было бы здорово, если бы каждый из нас мог бесплатно, если захотел бы себе, отминтить копию произведения искусства, потому что в конечном счете искусство принадлежит как бы нам, на народу этого определения, например, музея, что он хранилище культурного наследия народов, которые населяют территорию нашей страны. Вот, и очень часто подменяют ценность и стоимость, и вот в этом, мне кажется, как раз и заключается, как-то не звучит смешно, может быть, проблема современного искусства, потому что это совершенно разные вещи. И вот создание такого токена позволило бы иметь токен, который имеет ценность, но не имеет стоимость по умолчанию. Ну, то есть каждый художник, если мы сейчас признаем то, что искусством делает любой предмет контекст и идея художника, то мы понимаем, что любой художник имеет право определить для себя, создает он эту работу для продажи или она принципиально не предназначена для продажи в силу каких-то условий. Хотелось бы, чтобы бесплатным токеном, доступным для всех, вот стали те работы, которые уже были созданы раньше. Ну, в принципе, эта идея достаточно четко прослеживается, она понятна. Если там полотно Ван Гога стоит 100 миллионов долларов, а полотно какого-нибудь хорошего современного художника стоит 1000 долларов, значит ли это, что Ван Гог в 100 тысяч раз талантливее или лучше как художник, чем другой человек? Ну, очевидно, что нет. И, собственно, я хотел бы привлечь внимание к этой проблеме, и мы сейчас работаем над тем, чтобы превратить вот эту идею нашу в реальность. На самом деле, может быть, это не совсем наша идея, если копнуть чуть глубже, сделать небольшой экскурс. В принципе, еще Гегель писал о том, что искусство не может продаваться, потому что искусство, как религия и философия, является неотъемлемой частью человеческого духа и самопознания человека. Если вспомнить гуру постмодерна Бадрияра, которого все так любят цитировать, то он говорил о том, что искусство, не искусство, извините, общество потребления — это общество самообмана, в котором невозможны ни настоящие эмоции, ни настоящая культура, потому что она является продажной. И, собственно, лишая вообще в принципе по умолчанию какого-то предмета искусства, который стал NFT ярлыка ценности, мы можем сделать очень большой шаг вперед, потому что, если уже философствуем, да, закончить может быть Бурно Латуром. Есть такой французский современный философ, который написал про… есть у него теория, которая называется акторно-сетевая теория, в которой он считает, что в настоящем мире, в котором мы живем, все технологии являются такими же акторами процессов и производят такие же действия, как люди. Понятно, что без телефонов, которые у нас есть, жизнь была бы другой. Понятно, что без технологии блокчейна искусство было бы другим. И вот все эти идеи, которые кажутся на самом деле на первый взгляд странными, мне кажется, они могут менять мир к лучшему, потому что вот все эти идеи, новые этики, идеи шеринга, в которые ты не можешь продать свою работу, но ты можешь ее подарить, можешь показать ее бесплатно, можешь ее сделать с ней, все что угодно, кроме продажи, можешь ее обменять. Вот в этом, возможно, будущее искусство, которое никак не связано с потребительской ценностью или со стоимостью работы. Вот это, наверное, то, что я хотел сказать. Чтобы не повторяться по кругу, может быть, у вас есть вопросы. Как вам кажется вообще идея вот такого non-tradable, не токена, который по умолчанию в блокчейне есть такая возможность сделать запись не для продажи. Это хорошая идея или нет? Кто-то кивает. Я просто мечтаю о том, что будет у каждого человека планеты возможность отменить себе бесплатные NFT, Mono, Lease или чем-нибудь вроде этого. Ну да, такое искусство, мне кажется, должно быть доступно уже на базовом уровне по умолчанию, условно, как школьная программа, как образование и прикоснуться к этому, не платя за какие-то миллионы. Окей. В принципе, музей это позволяют сделать. Вопросики? Да? Я уточню по поводу не для продажи токена. Вот на примере недавнего Binance и Эрмитажа. То есть может потенциально Эрмитаж выставить какую-то, ну, сделать NFT на какую-то свою картину и как это просто технически будет выглядеть. И выставить на том же Binance и каждый из нас, господи, спасибо, и каждый из нас сможет там приобрести его или как это? Да, приблизительно так сейчас и происходит с Эрмитажем и с NFT, при том, что самое интересное, я читал интервью директора Эрмитажа, он говорит, нам вообще-то деньги не нужны, у нас все в порядке и так с деньгами. Не сомневаюсь в чем. Но для нас это скорее эксперимент. Но для меня эти эксперименты кажутся странными, потому что если мы говорим о том, что NFT это non-fungible или незаменимый вообще токен, он обозначает обладание цифровой копией чего-то, что произойдет с оригиналом, действительно, если в этом случае кому будут принадлежать шедевры. Мне в принципе не кажется, что Эрмитажу принадлежат NFT работ, которые висят у них. Мне кажется, просто срок давности большой прошел и вот этот движ нужно поднимать, пока есть такая возможность, пока есть блокчейн и делать вообще все искусство. Народное достояние. Умерших, да, художников бесплатным, народным. На самом деле это очень круто. Почему? Потому что сейчас есть ограничения определенные, да, там на размеры NFT, сколько ты там можешь залить и так далее. Но если вы посмотрите, например, там у Google есть такой проект арт и забыл что. Ну, в общем, они отсканировали очень много работы из музеев в каком-то мега невероятном разрешении, поэтому приближаясь к ним вы можете увидеть там мазок до деталей, не знаю, Пикассо. Да, и сделали абсолютно общедоступным, чтобы ты мог условно не ходить по музеям, а просто посмотреть у себя. Вот. И поэтому как бы будущее заключается как бы в шеринге. Мне, например, интересно было бы увидеть, что будет происходить с нашими токенами. То есть мы отслеживаем, будем эту историю. Понятно, что кто-то, наверное, попытается продать, но мне интересно будет смотреть на ситуацию, в которой у тебя, например, есть предмет искусства, который не продается, у меня есть предмет искусства, который не продается, но нам они нравятся. И вот за счет этого обмена, за счет этого движения, может быть, совместных показов будут какие-то новые штуки рождаться. Да, окей. Ребята. Нет? Хорошо. Тогда, Боря, спасибо тебе. Мы с тобой увидимся через часик. Может, меньше. Спасибо. Да. Сейчас мы покажем немножко студенческих работ. Саша, будешь поменять флешку? Собственно, почему мы здесь собрались? Если вы не знаете, да, я Вадим Виногоров, я куратор курса британки моушн-дизайна и мультимедиа-дизайна. Два разных курса. И мы со студентами, примерно уже стало доброй традицией, каждый год делаем курсовые. За год ребят делают две курсовых. И одна из курсовых, в моем курсе именно моушна, она как-то связана с пространствами, работа с пространством. Поэтому мы выходим условно в город, выбираем медиафасад и делаем для него контент. В этот раз у нас вот работа сейчас здесь на экране. Я сейчас позову ребят, они расскажут немножко про них, а потом я возьму слово и немножко еще раз проговорю про курсы и зачем мы вообще собираемся и рассказываем. Ксюша. Всем добрый день. Меня зовут Лариса, это Ксюша. Мы, собственно, являемся создательницами того, что вы сейчас наблюдаете на экранах. И, ну, когда зашла тема про брикет, про то, что курсовая будет представлена на экранах именно здесь, конечно, сразу возникла тема еды, и мы начали это развивать. Но в какой-то момент нам стало интересно, как такую, ну, например, достаточно банальную вещь, как печенье, можно преобразить и перетрансформировать во что-то достаточно психоделичное, необычное, что по итогу в конце работы, видеоработы в данном случае могло бы стать вообще каким-то, ну, таким барочным артом, чем-то, что вообще не ассоциируется с печеньем, а просто превращается в узор. Собственно, с этим мы работали, как из такой вот читаемой штучки, как печенье, которое есть в рекламах, там везде на стендах, которые мы каждый раз видим в магазине, как это можно превратить во что-то новое и более интересное. Это была групповая работа, мы с Ларисой работали. В принципе, у нас применяли скиллы, которые мы изучили в течение целого года учебы. Ну, было супер. Окей. Давайте похлопаем девочкам, они старались, они молодцы. Студентов будет мало, вы не переживайте. Большинство студентов решило скипануть. Сейчас, Саша, мы дождемся твоей работы, я тебя как раз… Хотя иди, иди сюда. Девочки рассказывают на фоне твоей работы. Ты можешь сделать, да, затравочку, и когда начнется твоя, уже поедем дальше. Хорошо. Добрый вечер. Меня зовут Александра, я учусь в Британке. Это вот сейчас после вот этой работы будет моя работа. В общем, я хотела совместить еду и игры. В моей работе представлен кубик Рубика. Почему именно кубик Рубика? Для меня еда – это всегда головоломка. Например, кушать ли в кафе или готовить еду дома. Основной как раз посыл всех курсовых было, что они в любом случае понимали, в каком месте они будут размещаться, и поэтому у всех есть заход с едой. В моей курсовой работе моя работа была направлена на работу с пространством. То есть вот именно для брикета делалась эта работа. В общем, в моей работе кусочки еды собираются в кубик Рубика и перекатываются по конвейеру. В процессе перекатывания кубик меняется на пластик и на другие материалы, как бы немножко намекая на тему экологии, о том, чтобы мы задумывались, что мы едим. И в конце разбиваются по цветам, но мое видео скорее носит залипательный характер и совсем немножко намекает на проблемы экологии. А вообще в брикете, в маркете, где мы находимся с вами, очень продумали вывоз мусора, раздельный сбор. Здесь стараются по максимуму подавать еду в многоразовых тарелках, то есть не в пластике. Вот. И вообще культура брикета направлена на качественный досуг и приятное времяпрепровождение здесь. Спасибо. Спасибо. Третья работа, собственно, которая сейчас там крутилась, автора, который решил себя не называть. Ну, неважно, там тоже тема еды. Вот. Ты хочешь выйти, Янина? Хорошо. Это Янина, это ее работа. Она рассказывает про нее не хочет, ну, как бы хозяин-барин. В принципе, несмотря на то, что у нас курс мошен-дизайн, я заставляю людей выходить и рассказывать про свои работы. Это готовит их к взрослой жизни по факту, когда они выходят в студии. И, собственно, что мы делаем? Каждый год мы заставляем небольшое количество дизайнеров превратиться в мошенов, которые бы могли создавать шоу-презентации и как-то работать с пространством. Почему так? Потому что нам кажется, что рассказывание, моя специализация, это рассказывание истории через пространство, через графику. И люди в целом вовлекаются в происходящее, чем больше органов чувств в них задействуется. Поэтому мы все про это рассказываем. Как работать с большим объемом, как с маленьким, как работать с мэппингом, как нужно заставить человека сесть в определенном месте или куда-то пойти. Разбираем маркетинговые задачи, готовим ребят. Все выпускаются и идут дальше. Это про курс мошен-дизайна. В этом году у нас будет последний, наверное, последний финишный набор с теми дизайнерами, которые делают мэппинги и шоу. Дальше он станет немножко более цифровым. И запускается другой курс. Курс про мультимедиа. Он больше похож на ту елочку, которая за вами находится. Мы будем создавать на нем мультимедийные инсталляции, которые поедут потом на фестивали. И проще всего про этот курс рассказать по трем работам, которые сделал студент в течение этого курса. Курс интересен в целом людям, широкому кругу людей, но с какой-то специализацией. То есть переходить на курс нулевым бессмысленно. Вам нужно быть либо хорошим дизайнером, не обязательно моушен, можно графическим, разработчиком, музыкантом или продюсером. В общем, какую-то специализацию, на которую вы сможете опереться. И мы, собственно, делаем следующие работы. Как мультимедиа, который работает в пространстве, ребята сначала придумывают инсталляцию, которую невозможно повторить живьем, потому что она слишком большого размера, она слишком дорогая. Просто отпускаем их, и они придумывают что-то невероятное, как им хочется. Делаем визуализацию в VR, чтобы можно было походить, посмотреть, поверить в нее, и, собственно, поверить в свои силы. На второй работе мы отдаем ребятам артиста, артиста-перформера, который выступает на сцене. Это либо музыкант, либо танцор, и они делают для него генеративный арт. То есть что-то происходит на сцене, контент на него реагирует, изменяется, и мы видим, как контент собирается. Ребятам это показывает, как можно работать и с пространством, и в реалтайме предугадывать, что будет происходить с перформером или контентом. Тоже классная штука. Из этого мы делаем кейс, снимаем и собираем. И третья работа, самая важная. Ребята создают инсталляцию для фестивалей. Она поедет на фестиваль сигнал, если вы такое знаете, и, скорее всего, там отправится какой-то набор инсталляций на интервалы. Это позволит… Ребята собираются в группу, то есть не каждый делает по одной работе. Они кооперируются в 3-5 человек, чтобы сделать какую-то инсталляцию, которая, опять же, имеет смысл, технически реализуема, и она физически воплощается. Собираются с ней, едут на площадку, также снимаем из этого видео, и по окончании курса выпускаем людей, которые достаточно востребованы сейчас в индустрии развлечения, ивентов и презентаций. Мультиинструменталист, который может, в принципе, всего понемножку, и если у специализация в чем-то своем, в графике пускай, или в разработке, он на эту штуку опирается и развивается дальше в такую широкую область. Сейчас, даже находясь здесь, понимаем, что здесь экран, здесь мощные дизайнеры, там инженер, там какой-то разработчик собирал эту штуку, конструкцию, плюс еще какой-то дизайнер, который придумывал пространственные решения. И этих штук становится все больше, и мне очень нравится, что пространство во многих местах наполняются инсталляциями. С нашего курса уже готовы несколько заведений и ресторанов либо выкупить, либо просто забрать инсталляцию, поставить у себя. Просто ждут, чтобы выбрать, что же там будет классного. Сегодня с вами собрались, собственно, пообщаться про NFT. У нас был уже похожий заход. Про криптоискусство, про искусство в целом, наверное, посмотреть контент. И сейчас у нас дискуссионная часть, где мы поразгоняем несколько тем, посмотрим, насколько это интересно выйдет. Представлю ребят. Никита Нечаев, куратор исследования Garage Digital. Анна… Да, давайте похлопаем. Анна Буали, искусствовед, куратор отдела имени новых медиа имени Гамины Айц-Пушкина. Никита Ряплянский, цифровой художник, киберартист. Борис Кислицын, вы его уже видели с утра. Он по-прежнему сооснователь и креативный директор бюро Pitch. И Михаил Степанов, исполнитель… Степнов, извините. Михаил Степнов. У меня тоже фамилии, которые все путают, поэтому… Пис. Исполнительный директор по исследованию данных Сбер.AI. Да. Смотрите, у нас прям разношерстная команда и кураторов, и художников, и те, кто представляет, скорее корпоративный, наверное, блок. Близко. Окей. С чего бы, собственно, хотелось начать. Мы уже проводили, вот, похожую дискуссию про NFT, поэтому я просто коснусь неких выводов, которые мы сделали, как точкой, от которой можем оттолкнуться. В тот раз мы говорили в целом, что, типа, является ли NFT искусством, откуда же оно к нам пришло, и что сейчас оно всех поработит и сломает привычный рынок, и теперь перестанут все на сотбис покупать картины. Выяснили, что нет. Конечно, такого не произойдет. Скорее, это дополнительная ветка, дополнительное количество артистов, которые стали доступны широкому кругу, которые раньше не имели доступа к большой аудитории покупателей, к большим, наверное, деньгам, к большим данным и, в принципе, к публичности. Теперь они вышли в это поле, и у них есть свои ценители. Причем ценители пришли вот из кибер-сообщества, извините, из крипто-сообщества, коллекционеры, те, кто давно закупили с крипто, и сейчас ее там собираются тратить. И в итоге у нас просто произойдет обогащение рынка искусства. Станет больше участников, как авторов, так и тех, кто их покупает. И со временем они больше интегрируются в среду классического арта. Условно, я знаю, что весь классический арт-рынок ждет вот этих вот криптоэнтузиастов, которые будут покупать классическое искусство просто уже за крипту. Прям очень жажду, когда они примкнут к ним. И, в принципе, цифровые художники уже в это зашли, и вы знаете, что вот и Эрмитаж уже проводил свою распродажу картин, прям тоже там хорошо у них все распродавалось, и активно там Binance действует. Все в этом заходится. Из чего, собственно, мы сделали вывод, что революции, наверное, нету. Это просто очень резкий скачок эволюции. И да, можно еще микрофончик взять? Я передаю. У вас, к сожалению, будет один на всех. Придется его передавать. Ну, или я своим поделюсь. И хочется, собственно, задаться вопросом, если кто-то сможет здесь присутствующих, ответить мне на него. А почему же случился этот резкий скачок? Почему этот бум произошел? Почему вот два года было Rarible, ничего не происходило, и вот в начале года так резко все выстрелило. Кто-то может поделиться? Ну, вообще, достаточно старая история, да, с продажей NFT. Начиная там от Nyan Cat, которую продали за миллион, до этого там типа криптокотики, криптопанки, и много всего происходило в последние четыре года. Выходило там из хакатонов на арт-сцену, двигало технологии и так далее. Но я думаю, что когда Bipple продал свою работу пять лет на 365, сколько это умножить получается, ну, получается, это как бы такая, как коллекция, либо факт, да, там каждый день рисовал по одной работе. На протяжении пяти лет он продал ее за 56 миллионов долларов, если не ошибаюсь. За 67, да. Безумные цифры просто, да, может, знаешь, без разницы какие. И тут всем стало интересно, что это такое, потому что все почувствовали запах денег, а где запах денег, там, интерес. То есть, ну, по факту, то же самое, что, наверное, произошло когда-то с криптой, когда вот она начала постепенно там потихонечку развиваться, развиваться, и тут бабах. Я тот человек, который купил за 200 долларов 30 биткоинов. О-о-о. Записал их на флешку, а потом на эту флешку была записана музыка. Да ты духовно богат. Поэтому, ну, наверное, да. То есть, как бы не продавалось там большой, как бы, ценности, но вот мне кажется, просто как бы созрели, как бы для этого условия появился интерес действительно денежный в первую очередь. Ну, то есть деньги послужили катализатором, что появилось такое количество… Ну, как и во всем, наверное, да. Потому что, в принципе, если говорить там про рынок искусства, то понятно, что он очень спекулятивный. И людьми движут в первую очередь не любовь к искусству, а желание заработать на нем. Ну, вот грубо говоря, да, если говорить про классический арт-рынок, есть работа какого-то художника. Желательно, чтобы он уже умер к этому времени, чтобы новых работ у него не было. Вот она покупается, например, там за условные там баски, за 5 миллионов долларов. Затем 2 или 3 года он где-нибудь там морозится в коллекции. За это время продастся еще один баски, уже может быть за 6, за 7. Потом нанимается искусствовед. И при всей любви к баске, потому что это один из моих самых любимых художников, да, потом находит искусствоведа, который оценивает вообще всю ситуацию в этом, говорит, что возможно, если бы выставили ее на аукцион, то эта работа бы стоила сейчас 8 или 10 миллионов долларов. Что дальше с этим делать? Берут картину баски. Баски, которые купили за 5 и дарят университету, дарят культурные институции, потому что на Западе работают по-другому как бы законные правила. Эти 10 миллионов, которые оценил искусство и условный искусствовед, они могут быть списаны из налогов. И получается, что ты вдруг и стал благотворителем, и вдруг 5 миллионов заработал на ровном месте. И вот мне кажется, что вот как бы хайп с NFT, он во многом обусловлен тем, что всем хочется быть первым, потому что понятно, что Bipple, если бы сейчас продавался, стоил бы уже гораздо дороже. А во-вторых, с тем, что вот есть цикл технологий Гартнера, да, то есть там есть готовность определенная, есть какая-то ключевая идея. И вот если все смотреть по этому циклу или почему-то еще, да, как бы возник хайп. Потом, наверное, как бы будет провал. Многие попробуют продавать свои работы, набьют шишки. Потом технология может быть, я не знаю, станет более привычной или более стабильной, будет там второй рост и так далее. Но в принципе, вот эта первая волна, это как раз те сливки, которые получилось снять, мне кажется, здесь в течение вот этих обстоятельств. Окей. Кто не хочет дополнить? Окей. Тогда вот из этого следующий вопрос. Вот у нас был этот скачок резкий. Сейчас вроде все стихло и упало. А что, мы сейчас как бы вновь прыгнем в популярность. Вот опять же, широкий круг уже пошел людей. Сейчас были какие-то техногики, да, мы как раз обсуждали, что теперь уже там чуть проще можно зайти там куда угодно и художник соседних областей интересуется. Это будет… Что следующим шагом сейчас будет? Будет новый рывок? Ну, наверное, просто когда станет понятнее людям, что делать с этим NFT, не просто, скажем, там инвестировать деньги, да, и держать это как кассеты или там… Ну, Сидян Кэт, например, понятная история. Человек купил-то за миллион долларов. Помните этот мемчик, да, с кошкой, за которой как бы это радуга десятилетия или двадцатилетия. Он как бы печатает Снен Кэтом майки, да. Ну, как бы понятно, что, наверное, это няшная история, там, и миллион Снен Кэтом может продать, да. Но это очевидный, как бы, кейс. А в остальных кейсах просто людям непонятно, что это такое. То есть они как бы вложились, ну, потому что вроде бы это прогрессивно, вроде бы и стоил биткоин 15 лет назад, можно было купить за 200, да, 30 штук. И может быть, да. То есть в этот раз я не облажаюсь, я не знаю. Но мне кажется, на самом деле у многих очень нет понимания того, что происходит. Очень многое не отрегулировано, но во многом здесь как бы движут другие факторы. В частности, то, что это как бы криптовалюта, это криптоискусство, что это хороший способ отмывать деньги и каким-то образом выводить свои капиталы в какое-то более понятное, как бы чистое поле. Ну, во многом, мне кажется, так. Окей. Всем привет. Дополню свое мнение, так как я именно в крипте 24 на 7, именно в NFT сегменте сейчас. И если говорить о том, что будет вот, что будет дальше, следующей большой волной, я думаю, это будет точно гейминг. То есть сейчас мы уже тоже внутри команды, у нас есть несколько направлений, где мы занимаемся на NFT. И я как персональный, как художник, и отдельно как у нас есть полу такой бизнес-проект. Мы делаем именно игрушки коллекционные, кастомные. У нас там команда художников над ними работает. И мы видим, что сейчас есть точно тренд, который останется нам на следующий год. Это многотысячные коллекции, которые продаются сейчас, которые пошли с криптопанков. И таких коллекций очень много сейчас. Самая известная, наверное, история была, это кидейта дроп. Если кто-то в теме, так просто на словах не получится рассказать. 100% формируется вот этот рынок, связанный с авторским искусством в единичных копиях. Потому что появилась новая культура коллекционеров, которые зашли недавно и покупали действительно все подряд. Многим это интересно как раз-таки не с точки зрения денег. Потому что в этих закрытых чатах я смотрю, я вижу, как люди выбирают работы. В большинстве случаев у них несоизмеримо больше капитал, чем они тратят на это искусство. И, как правило, они выбирают именно авторов, которые делают очень хорошо с душой, глубокие работы и так далее. И третья история, самая крупная, которая начинается в этом году, это гейминг. То есть это игры, в которых можно будет зарабатывать, выбивать какие-то NFT, выставлять их на продажу. И вообще, я думаю, если говорить о перспективе видеоигр, сам я с индустрией видеоигр до этого почти всю жизнь проработал, я думаю, что hype NFT даже не начался. То есть когда начнется подключение больших, прям действительно крупных игроков из серии Epic Games, и когда на этой истории будут завязаны чемпионаты. То есть самый простой пример, который часто я привожу, это представьте чемпионат по Counter-Strike или по Dota, и когда у играющей команды, у кого-то из лучших игроков будет абсолютно кастомное оружие, сделанное каким-то художником в единичном экземпляре. Такие вещи будут продаваться просто за нереальные деньги. То есть чтобы сейчас привести пример, если вы смотрели рынки, связанные с видеоиграми в крипте, Axie Infinity игра, то есть она полтора миллиарда долларов одна игра только принесла там за несколько месяцев, наторговала точнее. То есть там рынок, это только первая волна, это самые первые игры. И поэтому я думаю, что NFT прям еще и не было такого большого хайпа, который просто первый был очень звонкий кейс. А дальше рынок будет также развиваться, я думаю. Позволю немножко поапонировать, хотя я не во всем. Ну, во-первых, был высказан постулат о доступности и заходу крупных игроков. Вот захода крупных игроков минимум в России не будет, очевидно. Если читали новости, Центробанк выпустил рекомендацию блокировать переводы, связанные с криптовалютой, карточки, куда перевели что-нибудь это. Это, конечно, только рекомендация, но мы все понимаем. Направление, которое было избрано государством в конце концов. Другой момент, который хочется отметить, что так или иначе история с NFT это обратная, связанная страна с блокчейном. Вспомним какой-нибудь там 2016 я трейдил, Майнил. Получается, это 2018 год. Я ушел из этой темы, когда Тузумун пошел в Бетховена. Вот, собственно, ключевой момент, когда что-то происходит настолько масштабно, что появляется в новостях среди обычных людей, как было с ростом биткоина. Тогда это можно назвать хайпом. То же самое. Вспомните, динамика биткоина, она нестабильная была в эти моменты. Вот когда появляются новости, что он опять скакнул, о нем все начинают говорить. Все там, не знаю, скупают видеокарты. Я утрирую, конечно. Понятно, что на асиках Майница. Потом опять, значит, немножко падение, все затихли. Опять что-то там скакнуло, опять все начали говорить. Здесь, в принципе, то же самое. Сама по себе технология существует уже достаточно давно. И сама технология, она в любом случае будет закрыта, особенно после этой новости, для простых людей. И появляться она будет в инфополе, когда что-то яркое, совсем большое будет происходить. И поэтому я бы не сказал здесь, что это какая-то новая волна, старая волна. Вы в этом я согласен. Это процесс, который идет в силу того, что он находится в серой зоне с точки зрения государственной политики. Ну вот сейчас, возможно, мы выясним, как же на самом деле думает об этом государство. Хотя, мне кажется, мы и с самого начала предполагали, в принципе, и боялись этого. Поэтому оно все время будет вылетать иногда в массовый инфоповод и останется уделом ряда гиков. Еще один момент, который хотелось бы отметить, что кто стал покупать в первую очередь NFT токены? Это те самые ребята, которые в 2010 году покупали пиццу за биткоины. То есть в силу того, что специфика ситуации с криптовалютой породила огромное количество сверх богатых людей, причем очень специфично сверх богатых, у них все еще есть серьезное ограничение по поводу того, как действительно окэшится, перейти в фиат по сути. И вот для них это оказалось… У меня очень много знакомых и знакомо-знакомых, которые удачно зашли. Я, естественно, всем завидую, но что поделать? На самом деле не особо. И им уже все, что они могли купить, они купили в этой жизни. Все, что они не могут купить, они не могут, потому что государственная регуляция. И у этих людей реально очень много свободных криптоденег. И почему бы не вкинуть их вот в такую интересную историю? Наверное, я что-то еще хотел сказать, но пока вроде мысль закончил. А мы как раз сейчас про эту часть поговорим. Вот хороший, кстати, да, бэкграунд. Я не слышал про последнюю новость про регулятора. Окей, будем иметь в виду. Если мы все-таки говорим про цифровое искусство, вот эта волна популярности, которая возникла, да, бросила в поле очень много ремесленников. То есть людей, которые просто что-то делают. Я занимаюсь моушн-дизайном, и теперь я вот решил, что я артист, потому что я в целом могу там пойти выложить свою работу, и кто-то может купить. А где вот грань тогда получается между художниками и наводнившими рынок ребятками, которые просто делают что-то и готовы там, не знаю, за однодневную работу получить? Много денег хочется. Давай пока у меня микрофон, я прям вкину еще хуже, а потом коллеги от мира искусства попробуют на это ответить. Ладно, ремесленники, ладно, несколько моих друзей, которые всю жизнь занимаются тем, что делают фотографии, а сейчас они, узнав про NFT, фигачат и, соответственно, токены выставляют их на аукцион. Это как раз, мне кажется, не так интересно, как то, что, ну, собственно, я же представляю подразделение СБР, занимающиеся искусственным интеллектом, как то, что современные генеративные модели могут фигачить мне по нескольких сотен уникальных изображений в день, условно говоря. Причем, ну, там зависит от того, есть ли у вас доступ на Кристофаре наш суперкомпьютер или нет. Вот. Там, конечно, разная степень упоротости, но уникальный контент оттуда получить довольно легко. И возникает вопрос. Ну, первая мысль, когда я это все сложил, была, вот, сейчас берем моего коллегу, который занимается компьютерным зрением и пойдем по-тихому делать деньги. Вот. Это следующая степень, то есть сломать вот таким образом. Более того, насколько я знаю, там очень важно при продаже еще и описание. Есть генеративные модели, которые можно заточить на генерацию описаний таким образом, что это будет максимально релевантно аудитории. Вот. А вот я хотел вкинуть вот этот факт просто в дискуссию, что может быть все хуже, чем ремесленники. Это был следующий вопрос после ремесленников. Ну, хорошо, что мы его подняли на этот уровень. Сейчас я передам дальше. И как раз хотел дополнить это же высказывание, что криптопанков, наверное, знают все, а вот Artblocks мало кто знает. И Artblocks это как раз сгенерированные NFT и они сейчас обошли криптопанков по продажам. То есть умудрились выйти на первое место. Собственно, пример такой. Спасибо. Ну, честно говоря, все, что вы сейчас говорили, для меня немножко белый шум. Мне очень интересно. Ну, во-первых, как вы правильно сказали, это довольно старая история. Я помню конференцию по блокчейну в 2014 году в Новом музее в Нью-Йорке, после которой, в общем, появилась работа Кевина Маккоя «Квантум». Старая работа. В 2018 году, простите, мы в Пушкинском музее проводили круглый стол по блокчейну в Пушкинском музее. То есть, в принципе, ну, как бы вообще ни новость, ни интересна. Вторая история. Действительно, 95% контента, который называют криптоартом сегодня, это не является искусством. С другой стороны, когда мы все-таки говорим криптоарт, в эту категорию попадают важные произведения, важные высказывания, на мой взгляд, потому что блокчейн обладает важными характеристиками, которые до сих пор рабочие и входят в традицию концептуального искусства, качественного. У меня нет подготовленного мнения по этому поводу, поэтому я сейчас буду импровизировать. Но в целом, наверное, важная в чем штука? Это соединение художника и его произведения вне посредников, хотя они тоже туда, в общем, все ломанулись. Это такая прям как бы нерушимая связь. И это часть глобального большого дискурса институциональной критики. Я вот сейчас вспоминаю работу Сета Сегилауба, который в 1971 году он по всему городу расклеил, распространил постеры, на которых была, с одной стороны, инструкция и как бы, ну, введение в тему. С другой стороны был контракт художник-коллекционер, в котором было прописано довольно саблезубые условия, 15% роялти, возможность отменить полностью выставку, если... Привет! Если, в общем, художнику она не нравится. То есть это примерно продолжение той же самой традиции. Следующая история — это вовлеченность и возможность создавать какие-то комьюнити. Криптокотики, о которых все сегодня говорили, и возможность донатить и смотреть, как растут растения в плантоиде — это, в общем-то, то же самое. Мы живем в холодном жестоком мире, в котором людям необходимо объединяться. Я не уверена, что те штуки, о которых вы говорите, количественные, меня все-таки больше интересуют качественные измерения искусства, что они что-то радикально изменят, потому что те, у кого есть деньги, ну, они у них останутся в руке. Тем не менее, ну, есть неизвестные имена, есть какие-то, там, не знаю, точечные кейсы, когда совершенно никому неизвестные художники неизвестного происхождения продавали за много денег. Это фан, это очень интересно за этим наблюдать. Поэтому, наверное, я, честно говоря, не переоцениваю вот эту всю историю, потому что коммерческое искусство никогда не было интересным. В общем, некоммерческое уже на эту тему высказалось. Но с другой стороны, в принципе, это все же поле. И это, наверное, там блокчейн то же самое, что, не знаю, для мира сегодня, чем был интернет в 93-м году. Пространство, ну, какого-то обещания свободы. Не знаю, посмотрим. Никита. Ага, да, ну, мне кажется, у меня довольно близкий к тебе взгляд сейчас на это. И, действительно, мы так начали, начали очень быстро говорить о рынке и о таком быстром, опять же, рынке. Что мне интересно, находясь даже в таком сеттинге рынка. Я не знаю, насколько это случайно или там задумано было выбрано. Но, действительно, мы говорим в ситуации и о рынке. И мне было бы интересно попробовать чуть-чуть за этот момент выйти. И я согласен, что, действительно, не так много настоящего искусства можно найти в NFT движухе. Да, это хорошее вполне слово для этого. Одновременно с этим я бы не сказал, что его вообще нет. И мне очень важно здесь отметить, что это, правда, очень большое, как ты говоришь, поле, да, или такой большой кусок реальности, который там оптимисты называют такой метаверс, да, такой новой метавселенной, которая надстраивается над нашей и действительно имеет большие экономики, имеет много больших интересов. Эти экономики опережают и количественно, и в быстроте своих появлений, и такой регенерации, перепридумывания, не знаю, там, условный классический арт-рынок, да, и здесь это какой-то момент, возможно, даже вдохновения для классического арт-рынка о том, как вообще можно перестраивать протоколы взаимодействий, как можно действительно распределять их. Мне очень нравятся разные истории про распределенное владение, да, комьюнити-владение, комьюнити-оунершип. В общем, да, это такой большой тестинг-плейграунд для новых идей, которые могут быть апроприированы искусством вполне себе. Не знаю, мне хочется, возможно, двинуться дальше в один пример, которым я могу поделиться из того, что я сейчас вижу, как таким ценным примером искусства. Да, окей? Я вот не так давно обратил внимание на такую художницу Рия Майерс ее зовут, при этом активно она уже давно, мне кажется, тоже годов там с десятых, если не раньше занимается исследованиями блокчейна. она также пишет эссе теоретические, такой практической направленности. И она предлагает действительно красивые работы, которые, кстати, опять же, связываются у нее с традицией концептуального искусства, да, с контрактом художника и владельца как неотъемлемой частью произведения. Интересно вообще, что сама идея NFT, собственно, в этом и заключается. Мы правда действительно берем такой концептуальный контракт во владение. Это интересная параллель, собственно, вот она с ней классно играет. И думая о том, каким могло бы быть такое искусство в NFT, мне очень понравился ее рассказ. И это sci-fi рассказ, на самом деле, да, такой коротенький-коротенький sci-fi, в котором она описывает, там есть небольшой сюжет про продажу конкретной работы, дюшана причем тут тоже, да, но она описывает смешной мир, в котором блокчейн победил вообще все, да, и блокчейн стал политикой, там, юридической реальностью, на нем основывается наконец-таки просто все, что можно. И в этих условиях торговля искусством чуть-чуть становится другой, да, она берет вот эту модель продажи реального искусства при помощи NFT, что сейчас, к сожалению, делается, мне кажется, ужасно бездумно, страшно и как бы очень тяжело на это смотреть. Но вот, да, она типа упражняется с этой фантазией и ценностью там становится, эстетической ценностью в этом мире становятся не характеристики произведения, там, не то, как оно выглядит или как оно задумано, определенные метаданные или данные, связанные с конкретной NFT продажей, да, там, не знаю, дата, дата транзакции или, не знаю, там, хэш, какой-то странный хэш с красивыми цифрами и так далее. И это становится какой-то совершенно другой эстетической категорией, которая просто полностью пересобирает вообще наше представление о том, как мы общаемся с красивым и как человек себе может представить красиво. Естественно, это фантазии, такая как бы утрированная и гиперболизированная фантазия с критическим уклоном, но мне кажется, она очень полезна в разговоре. А я вспомнила, что у Дюшана была работа, чек у донтиста, у зубного. В общем, Дюшан работает. На самом деле есть более старые примеры, которые недавно, кстати, тоже вспомнил, объясняя людям, что такое NFT. По-моему, ну это совершенно точно было у Пелевина в одной из ранних работ, потому что где-то с какого-то момента я его читать перестал, когда это совсем, ну либо повзрослел, либо качество книг упало. Я не помню, в одном из ранних, может, у меня поможете, где описывается выставка предметов искусства, тогда, конечно, про никакой NFT речи не было, где вместо предметов искусства висят чеки на них. Не помните, какая книга? Generation P. По-моему, то есть что-то вот, ну понятно, что не Чапаев, поскольку дальше не очень, да. Вот, а второй момент. Для меня вот, откровенно говоря, все это немножко странно. Потому что когда я впервые услышал про NFT, у меня была единственная реакция. Ну класс, теперь в интернетах можно будет доказать, что это действительно твое. И все, что сейчас происходит с рынком, с искусством, для меня, ну, кажется немножко уходом в сторону, потому что в конце концов это просто способ подтвердить, что эту картинку нарисовал ты. Вот, а дальше спекуляция. Да, в эту же тему немного как раз и продолжить. А вот, ну, если мы все-таки говорим сейчас про искусство, почему, собственно, решили, ну, прикрутили просто технологию к искусству, давайте мы будем подписывать не просто там что-то тебе принадлежит, а именно вот это красивое там произведение искусства, оно вот такое. И если с классическим рынком вот что-то создаваемое, да, вот как раз куратором больше будет понятно, что легитимность на произведение дают кураторы, вот первый толчок, да, что вот если они подтвердили, то кто у нас вот в крипте и NFT-арте дает легитимность? Это то, что работу твою дорого купили, или то, что в ней было заложено много смыслов, или ты сам по себе артист такой какой-то, не знаю, ты занимался классическим артом, вдруг нарисовал произведение диджитальное, и теперь это твое точное искусство, потому что ты точно артист. Вот кто дает легитимность в новом мире? Я думаю, что вообще сейчас это процесс перехода, потому что, если честно, внутри именно комьюнити, NFT такая дискуссия не сильно ведется. То есть я бы вообще с такой широкой руки не записывал в искусство то, что происходит в NFT. То есть для меня, в принципе, NFT – это вот у нас процесс перехода в Web 3.0, в эту Metaverse, и мы сейчас начали эти виртуальные сущности как-то заземлять на что-то. То есть просто все пошло через арт, так сложилось. В том числе к вопросу, почему-то рынок появился и так далее, чем это отличается от другой подписи. Несмотря на то, что я художник, я достаточно прагматичный человек, и это случилось как раз благодаря тому, что был пул коллекционеров с криптой, то, про что уже мы сказали. То есть сложилось очень много вещей одновременно, которые позволили… То есть это бы случилось, но, честно, я думаю, мало кто думал, что крипта выйдет в широкую аудиторию, и мы будем говорить об этом благодаря искусству. Если честно, это не было очевидно. Я на SuperRare где-то полтора года, то есть еще до этого хайпа, площадка совсем не была похожа на то, что сейчас. Это было совсем не очевидно, там было все очень плохо, ну, с точки зрения визуала. Там, может быть, было один-два художника, кто визуально что-то делает классное. Остальное было таким кошмаром, что я боялся даже публиковать свою причастность к этому, потому что, если я захочу сделать… У меня тогда уже карьера была и медийная, и так далее. Если я сейчас захочу сделать коллаборацию с брендом каким-то крупным, они будут меня гуглить, они меня найдут в этом всем, и будут вообще вопросы, чем этот человек занимается. Буквально за три месяца ситуация кардинально тогда изменилась, но это вообще не было так очевидно, как вот мы сейчас обсуждаем. Поэтому рынок здесь только создается, именно если говорить о легитимности, то есть о том, что… Просто такая спорная вещь, честно скажу, что NFT — это немножко такая пиратская тусовка, и как только там начинает пахнуть каким-то курированием и легализация этой части, пропадает вот эта перчинка, которая там есть. И поэтому возникает вопрос, то есть есть открытая дилемма, куратор нужен там или нет, потому что изначально делали эту историю, чтобы была прямая коммуникация между создателем и коллекционером, но так сложилось просто технически, что моментально, когда все художники пошли, платформы начали одобрять художников. То есть такие крупные платформы, как SuperRare, как Nefty Gateway особенно. И получилось, что на ровном месте они сами стали гейткиперами, вот этими, то есть которые не пускают, и теперь они решают, вот ты достоин у них выставляться или нет. И то есть это сам куратор не появился, но внезапно платформа сама стала куратором. И дальше идет вопрос, вот мы значит тут боролись за свободу, и нужно нам сейчас приглашать куратора или нет, потому что коллекционерам тоже этот вопрос очень важен, потому что сейчас к вопросу развития рынка тоже двигают все криптоны. То есть реально людей, которые с улицы пришли и стали покупать крипты, в смысле криптоарт и NFT, их очень мало, то есть их прям очень мало. В основном это люди, кто уже здесь были. А вот новым действительно интересно разобраться, что стоит их внимание, что не стоит их внимание. Конечно, чек всегда работает. Особенно сейчас есть проверенные коллекционеры, очень имиджевые ребята, то есть даже ставка от них тебе просто огромное количество репутации принесет. Вот это там 888, например, сообщество или еще кто-то. Наверное, если ты находишься в коллекции вот у таких очень признанных коллекционеров, это тебя делает актуальным. Но сейчас я бы все-таки использовал слово актуальность, потому что искусство очень, но для меня достаточно глубокая вещь, чтобы прямо называть то, что происходит искусством. Безусловно, там есть очень много крутых художников, но слово актуальность сейчас подходит больше. То есть что вот если ты что-то выкладываешь, и твое высказывание художественное вызывает резонанс, потому что никто рубля лишнего не заплатит никогда, если ты не интересен, то, по крайней мере, ты показываешь, что ты актуален. Насколько ты при этом относишься к искусству, я думаю, что это надо спрашивать и у искусства, потому что все-таки это не революция искусства, это революция в диджитал-арте, просто в диджитал-сегменте по факту. Вот там произошла революция. В мире искусства революции не произошло. Просто появилась возможность сейчас как-то делать переходы из диджитала, попасть в реальную галерею и наоборот. Но это еще совсем на ранней-ранней стадии, мне кажется. уже на очень поздней. Мы все-таки говорим про цифровое искусство, эфемерное искусство, digital-born проекты, высказывания. Эти формы существуют уже, не знаю, много, больше 30 лет, больше 40. Сколько интернета есть, столько они существуют. Я специально прям называю это диджитал-артом. Я не могу это сказать, что это цифровое искусство. А то есть диджитал-арт, это не цифровое искусство? Я не знаю, как это. Менеджер и управленец, это же разные вещи. Также диджитал-арт, это не цифровое искусство получается. Забыл вопрос. А, неважно. Ну, я помню, что у меня в голове крутился. Мне еще так и не ответили, стану ли я миллиардером, я сейчас запущу машинку генерировать NFT-токены. Да-да-да, мы говорили про то, как строится институт легитимизации искусства, по сути, да, вот в той среде, которую мы сейчас обсуждаем. Но среда это одновременно с этим, как мы сейчас выясняем в течение диалога, на самом деле как-то расколото, да, все равно есть институциональное искусство, есть то, что можно назвать там digital, не digital-арт. Хотя институциональное искусство, мне кажется, любит digital-арт как термин тоже. В общем, здесь можно запутаться. Но если мы говорим все-таки про NFT, культуру, про блокчейн и все такое, мне тут опять же все-таки хочется вернуть какой-то кусочек идеологии, наверное, который стоит за этим все же рынком. Даже я не уверен, что это можно назвать полноценным медиа, не всегда. Это все еще очень сильно рынок. И что мне очень нравится в нем и увлекает, вне зависимости от ценности или наличие искусства в нем, это то, что блокчейн как технология, эта технология, мне кажется, довольно специальная. И специальная она в том смысле, что она идеологична в своем как бы делании. Она заложена идеологично. Эта идеология в коде, если совсем точно сказать, то это вообще такая мечта об анархокапитализме вполне себе, которая действительно синженерирована, сконструирована совершенно гениальным образом. Это буквально идеология, выраженная в коде. Что за этим стоит? Идея о том, что регулятора у этой штуки не должно быть. Но когда мы приближаемся к вот этой большой мечте анархокапитализма об adoption этой технологии, начинает выясняться, что не все так просто вообще. И гарантировать огромное количество проблем без посредника, которым в нашей привычной жизни всегда было государство, становится сложно. И вот эта регуляторная функция как в самом валютном рынке, так и в рынке NFT как будто бы все равно постоянно возвращается. И мы действительно возвращаемся к этому вопросу. И у него не то чтобы есть ответ. Мне еще здесь интересно заметить, что Никита сейчас говорил о переходе к веб 3.0. Это действительно следующий шаг этой мечты. И это опять же еще поближе вот к этому adoption. Да, я совершенно далек, наверное, от этой идеологии. Я, возможно, не так хорошо владею этим языком. Но потерял я какую-то интересную, кстати, мысль. Подходя к веб 3.0, а вообще у нас была еще веб 2.0. И мы с ним тоже так себе разобрались. В каком смысле? Это было такое обещание о том, что в первом вебе вообще все будет абсолютно свободным. И там наконец-таки сможем говорить все прямо друг с другом, обмениваться всем. И это будет такой потрясающий виртуальный мир. Веб 2.0 оказался централизованным, где медиатором выступили платформы, которые начали ценность передавать от пользователя к пользователю, на самом деле становясь таким заведомым регулятором. И действительно то, что ты сейчас описывал, когда очередная платформа, которая написала конкретный протокол, становится по сути куратором, это, мне кажется, проблема, возможно. И это проблема, которая сейчас на самом деле отстоит от мира искусства. Я не уверен, что я сейчас даже из позиции человека, занимающегося искусством говорю, возможно, скорее из позиции интересующегося человека технологией. И все, что я могу здесь сказать, это то, что круто было бы за вот этим всем хайпом, за этим восторгом по поводу этой новой визуальности, этого нового там прекрасного мира funny money или там реальных уже денег, увидеть необходимость в образовании и в говорении, возможно, даже на каких-то низких уровнях о том, что это вообще все такое, что это за протоколы, почему они так делаются, как с этим может обращаться художник, как с этим может обращаться коллекционер и как мы можем вообразить что-то лучше, чем, например, Web 2.0, который нас так параноид всех, да, и там мы, не знаю, заклеиваем камеры до сих пор. Вот такой point, sorry, что я долго говорил. Ну ты зашел в сторону, я сейчас сюда тоже наброшу. Вот Web 3.0, окей, мы обсуждали еще тоже с утра, что весь NFT и крипторынок, но очень быстрый твиттер и вот сегодня актуально, завтра уже не актуально. И мне кажется, это порождает не то, что там анархию такую спокойную, да, это порождает скорее беспокойство у всех. То есть мы идем в какую-то анархию, но которая очень быстро меняется, и ты, если сегодня в ней участвуешь, ты на коне. Появляясь платформа, ты не успел зарегистрироваться, все, ты уже где-то по боку пошел. И это такой фрустрации добавляет, мне кажется, всем участникам процесса. И сейчас условно криптоны, которые оказались на коне, потому что они в какой-то момент купили, им просто повезло, и они на этой волне едут, и все остальные как бы сейчас прям скорее в беспокойстве. Что же такое? Мы упускаем какой-то тренд, какая-то волна. Я, наверное, спрошу, как со стороны артистов, мне очень много народу спрашивает, типа, а что делать-то? Вот сейчас еще нормально заходить? Вот сейчас нужно бежать? Или что нужно делать сейчас, чтобы, с одной стороны, перестать фрустрировать, что ты не запрыгнул вот сейчас? Или быстро наверстывать, чтобы быстрее всех бежать? Или вообще остановиться, сказать, нет, нафиг не надо, я пойду там, не знаю, из глины лепить. А потом, если продастся, прекрасно. Как быть артистом сейчас в этом супер анархичном и быстром веб 3.0 и NFT хайпе? Прежде чем дать людям, которые действительно разбираются слово, хочу бросить ответ со стороны человека, который вот из другого немножко мира. На мой взгляд, если вы артист, то вам нахрен это не надо. А если вы бабок поднять хотите, то пора залетать. Сложно добавить что-то, конечно, к этому. Я просто тоже предпочитаю вещи не смешивать одно с другим. То есть мы говорим конкретно про новый рынок. Это рынок. То есть искусство есть искусство, рынок есть рынок. Просто разные две сферы. Я тоже не сторонник того, что прям все должны туда залетать. Это действительно очень стрессовая история. И ты должен понимать, зачем ты туда идешь. С другой стороны, я вижу, что это просто полностью новый контекст существования художника, который там есть. Потому что там действительно очень много своей специфики. И просто так адаптировать, ну, выставить на продажу какую-то свою старую работу, не погружаешь в контекст. В некоторых случаях это сработает, в некоторых не сработает. Говоря о тех ребятах, кто хочет действительно сюда погрузиться, я себе сам выбор делю как бы на два варианта. Первое, что крипта никуда не умрет, и тогда NFT никуда не умрет. Это будет развиваться, это просто будет идти параллельно вашему развитию. В таком случае достаточно завести Twitter. Надо начать погружаться в контекст, смотреть, как там люди общаются, что там происходит, потому что это специфическая среда. Это не Instagram, это не TikTok. То есть в любой соцсети или у любого контекста общения есть свои особенности. Там они тоже есть, и нужно на этом языке как бы учиться разговаривать, если вы там хотите присутствовать. Потому что я там, потому что мне покайфуют. Я там как рыба в воде, потому что я занимался артом, связанным с киберпанком, с трансгуманизмом. Я занимался разработкой бионических протезов рук и так далее. То есть с технологиями я прям очень дружу, и мне максимально там комфортно. Вот. Чтобы там что-то начать, то есть если рынок останется, главное сильно не переживать. Вы уже в первую волну все равно не успели. То есть совершенно спокойно можно начать выстраивать историю свою там, внимательно относиться к тому, что вы собираетесь запостить, потому что вас читают. Каждый человек, который захочет у вас что-то купить, а мы говорим про рынок, он будет читать, кто вы, он будет смотреть, чем вы занимаетесь, какие идеи за вашими произведениями и так далее. Там уже сейчас такого нет, что выложил что-то, и все побежали покупать просто потому, что можно. Поэтому можно совершенно спокойно туда начать инвестировать свое время. Действительно нужно вникать, как работает технология. То есть это факт. Это просто базовый язык, чтобы понимать, о чем идет речь. И понимать, как работают платформы, обязательно следить за тем, что происходит с вашей IT-безопасностью, потому что все хотели свободы, они ее получили, и сейчас внезапно оказывается, что во время свободы никто за твою безопасность денег и так далее не отвечает. И у нас очень много случаев сейчас, когда у ребят уводят все деньги и так далее. Это реальность. И касаемо коммуникации, самое важное здесь, наверное, продолжать делать хорошо, потому что на это тоже обращают внимание, особенно на новых художников. Когда вы заходите, у вас есть шанс, есть такой кредит доверия, что вас не знают, и вы по умолчанию, если выложили что-то классное, на вас обратят внимание. Но дальше действительно это прям постоянное присутствие на платформах. Если у вас уже нет огромной аудитории, хотя бы несколько десятков тысяч подписчиков, потому что люди о вас не знают. В основном это люди, ваши коллекционеры, это люди с других стран. Все, что они могут сделать, это найти о вас либо в Google, либо в ваших социальных сетях. Поэтому совершенно возможно все, можно спокойно туда заходить, но просто не думать, что вы сейчас зайдете, и там все полетит, будет там продаваться. И самое главное, сильно не переживать, иначе вы горите очень быстро. Наверное, так. А, ну и плюс еще посмотрите, какие есть платформы, тот же Rarible, я так понимаю, сегодня о нем говорили. Там открытый порог входа, можно туда заходить, но важно понимать, зачем как бы крутиться в этой среде, чтобы понимать, например, если вы делаете очень сложные, классные работы, Rarible, наверное, не лучшая площадка для этого. У нас там конкретно коллекционные авторские игрушки, мы там постим. Там платформа к этому предрасположена. Поэтому все равно важно понимать, какая площадка, какие у нее особенности, кто там покупает, и все эти детали. Но совершенно реально, то есть нет такого, что поезд ушел. Каждый день я вижу новых классных художников, кто туда заходит. Хорошо. Беспокоиться не надо, нужно плавненько действовать. Если, точнее, отзывается этот анархизм небольшой, то можно разбираться в технологии и вере в человечество. Я сейчас хочу передать микрофон в зал. Есть ли у кого-то вопросы к нашим гостям? Спасибо большое за ваше мнение. Такой вопрос. У нас, по идее, как Михаил подметил, запрещены операции с криптовалютой. Они не легализованы, так скажем. И был кейс с Эрмитажем, когда они сейчас продали картины через Binance. И очень много вопросов касательно того, как же они это провернули. Это вопрос номер один. Вопрос номер два. Сейчас и Сбербанк, и другие компании стремятся к тому, чтобы стать платформами в цифровых финансовых активах. Собственно, что попадает NFT как УЦП, то есть как некая подпись официальная, электронная. Как вы думаете, какая есть перспектива у российских не именно площадок, то есть не как Binance, а как неких легализованных проводников для NFT, то есть, допустим, Сбер или другие компании, которые позволят проводить сделки с NFT не через крипту, а через обычные фиатные деньги через рубли? Видимо, придется мне отвечать. Он столько раз Сбербанк упомянул, что придется. Во-первых, да, Сбер. Цифровая система называется Сбер, в которой есть банк. Но это так. На самом деле я вот с этой историей, вот с этим вопросом вижу то же самое, что был момент, собственно, появления именно блокчейна. В этот момент все резко сказали, что мы все свою, не знаю, учет транзакций переведем на блокчейн, потому что это прекрасная технология. С этих фраз прошло уже лет, наверное, 15, меньше, 10. И как-то ничего никуда не перевелось. Поэтому для меня очень большой вопрос, на самом деле для самого, что станет легальным аналогом NFT. Правильно было сказано, не то чтобы NFT или крипта нелегально, они в серой зоне, но из того, что я вижу сейчас, очень маловероятно, что NFT в том виде, в котором он существует сейчас, станет вот этим вот даже цифровым якорем или подписью. Что-то аналогичное, что на платформе возможно случится, но это тоже должно какое-то время пройти. Возможно, вот несколько раз звучало прекрасно слово Metaverse, метавселенная, которая сейчас и Facebook разрабатывает, и Google. Вот правильно, Никита, правильно, да? Вот Никита очень правильно это сказал, что вот это то, где технология должна быть. Ну, для тех, кто может быть не в теме, метавселенная, это полностью виртуальные миры, в которых человек может жить, там работать, существовать. Вот. И если бы в бытность мою студентом были бы уже NFT токены, то, возможно, многие мои знакомые не психовали бы и даже не вешались, что называется, от того, что в мой RPG кому-то не тому передали предметы, на которые продали квартиру для того, чтобы получить. Вот. И поэтому вот когда оно вот туда пойдет, когда, не знаю, Facebook выкатит свою метавселенную, в которой для цифровой подписи предметов, принадлежащих тебе, будет NFT-бейс-технология какая-то, вот с этого момента может начаться госрегулирование. Сейчас это все ассоциируются скрипты, и, честно говоря, у меня очень большие вопросы, как наше государство это примет полноценно. То, что это будет еще долго в серой зоне, та же новость про центробанк – это штука рекомендация. Это же не запрет все еще. Вот. Но оно так и будет. А как продавали через NFT на Binance, тоже понятно, по-моему. Да. Здесь, кстати, вот интересно. Получается, пока в нашей стране не появилась, наверное, дополнительной новой сущности, то есть в белое поле сущность новая не вошла. То есть все пытаются натянуть на старый, она никуда не лезет. Типа транзакции, но вроде не транзакция. Вот она здесь и вроде не здесь. И пока новая сущность просто не зайдет в инфополе, как бы и не обелится, тогда и не произойдет. Получается, там за рубежом уже это происходит. И все перешли и приняли, что да, есть какие-то вещи, которые в нашу старую картину мира просто не укладываются. Мы там должны новые коробочки настроить. У нас пока это не произошло. И, видимо, нужно дождаться момента, когда мы все увидим, что у всех вокруг они есть. Давайте уж в конце концов у нас тоже признаем и сделаем это. Кто-то хочет добавить? Я хочу добавить. Мне кажется, мы просто все смешиваем в кучу. Начиная с того, что действительно ценность не равняется стоимости и заканчивая тем, что если у нас есть NFT, это не обязательно предмет искусства или предмет дизайна или чего-то еще. Но это, по сути дела, подтверждающий факт владения запись. Какие-то метаданные. Если я, например, покрашу стену и у меня есть стена покрашена, это не значит, что это стало искусством. Я просто использовал кисть, я использовал стену, я это сделал. Поэтому как бы вот сейчас говорить про это, мы говорим как бы очень общо и мудро рассуждаем на тему NFT и на тему искусства. Но практическую ценность пока в этом мало кто видит. То есть люди, может быть, дальновидно пытаются, не знаю, инвестировать деньги. Ах, 15 лет назад я бы вложился в крипту, был бы миллионером, наверное, сейчас положу. Или у людей есть какие-то свои причины. Вот Pixel Lord, я вспоминал его сегодня, продал свою работу за три эфира. Почему он ее продал? Ну, потому что у него есть там фанаты, которым нравится его музыка. То есть приятная какая-то частичка как бы этой истории. Но вот все эти как бы проблески или какие-то вот точки совершенно, которые имеют разную логику, разные смыслы и разные причины возникновения, они не формируют картину. Не обязательно картины из 20 точек, точнее 20 точек должны складываться в какое-то изображение, которое мы можем осмыслить. Вот сейчас мне этого кажется нет, потому что никто из, наверное, из вас, присутствующих и не может сказать, вот был бы у вас NFT. NFT Michelangelo, да, или там NFT Raffaele, а вот сейчас Эрмитаж продал. Что вы с ним сделаете? Кто-то может сделать с этим NFT. Ну, как бы, я не знаю, там сделать кружки, сделать майки вместе с ним. Но непонятно, что с этим делать сейчас. И пока непонятно, что с этим делать сейчас. Есть какие-то спекулятивные ожидания, есть какие-то другие штуки. Когда появится какая-то настоящая ценность, тогда вокруг этого появится и рынок, а не рассуждение вокруг рынка, который строится там на пяти, на семи громких кейсах. Мне так кажется. Окей. Там сейчас будет еще вопрос. Я быстро добавлю, что к вопросу легализации блокчейна, то есть появление какого-то белого блокчейна условно, в котором может появиться аналоги NFT, это как раз к тому, что я в самом начале сказал, что большие игроки зайдут. Действительно, это возможно будет только в таком случае. Но с другой стороны, мы встречаем конфликт, что мы нарушаем основную идею децентрализации. То есть если это будет белый блокчейн от государства, это будет первый конфликт интересов. И если говорить про именно NFT-арт, у меня вообще отношение такое, что я вижу, что это большой рынок эмоций для коллекционеров в первую очередь. Я даже негативно отношусь к тому, что люди хотят понизить цены на газ там и так далее, потому что это создает драму каждый раз, когда там все вот это вот происходит. И есть вероятность, что когда все легализуется, станет белым и ровным, именно если говорить об NFT-арте в том виде, в котором он сейчас существует, он наверняка перестанет существовать. То есть это будет что-то другое. Но в то же время мы действительно это как-то обсуждаем со стороны, наверное, потому что многие сегодня пришли познакомиться вообще, узнать, что это такое, послушать эту дискуссию. Касаемо именно тусовки тех, кто создает крипту, NFT, ну в смысле ценность крипто-арта, у нас нужно, то есть мы сами создаем это комьюнити. И это будет жить в том случае, если произойдет транзакция ценности того, что ты обладаешь чем-то в цифровом пространстве, просто на широкую аудиторию. То есть если просто станет классным обладать какими-то произведениями. Потому что сейчас, благодаря тому, что я начал покупать, я достаточно много потратил на чужие работы, на работы друзей. Для меня стало совершенно нормальным и покупать работы не цифровые у друзей художников. Я прихожу, я вижу работы, просто я психологически как-то перешел этот барьер. Я такой, о, вот это мое, я это хочу. Я беру это, забираю. Если начнется именно идея приобретения искусства более доступного, напрямую там от художника станет более популярным, тогда, может быть, белые NFT тоже будут жить. А так… Что ты с ними делаешь? Смотря какие. Если я покупаю работы, есть работы, которые я покупаю конкретно в Рост, как правило, это не искусство. Если это работы именно NFT-арт, которые я именно хотел приобрести, это конкретно покупка того, что я хотел купить. Это взаимодействие с художником. Я с этим сейчас ничего не делаю. Это мой имидж там. Я не ему помог. Я потратил деньги на себя и я показал. Притом у меня специфический вкус на арт. Я думаю, вполне понятно. То есть что я вот это уважаю. То есть я конкретно… По факту мы давно уже делаем и покупаем очень много ненужных вещей, которые к нашему функционалу тела вообще отношения не имеют. И мы всем там одеждой, машинами, мы заявляем о себе чем-то. Таким образом я заявляю внутри комьюнити, что вот это – это я. Я считаю, что вот это круто. Вот это круто. Когда я там несколько тысяч долларов трачу и покупаю у друга работу, я показываю, что… Я считаю, что вот это актуально. И оно представляет мои ценности. Но есть работы, которые непосредственно… Но это, как правило, коллекционные вещи, потому что только они могут как-то… Я имею в виду коллекционки многотысячные. Когда ты берешь, ну и понимаешь, что это действительно может вырасти в ценях. В основном так. То есть все равно про инвестиции, а не про искусство. Что именно? Коллекционирование. Коллекционирование? Ну, это… Можно коллекционировать акции, и можно коллекционировать… Не знаю… Там у меня… Я вложу немного в биткоин, немного в догикоин, немного в эфиры. Это моя коллекция. Но это не является коллекцией, за которой как бы стоит какая-то мысль. Мне просто вот интересно. Практическое применение. То есть… Ну окей. То есть я признаюсь, у меня тоже там есть нефти. То есть у других людей есть нефти. Но просто мы как бы в целом говорим, что это какая-то арт-сцена, которая процветает, на которой что-то происходит. Но мне не кажется, что это так. Мне кажется, что это такое как бы кривое зеркало, при котором мы стоим, и мы видим в нем то, что мы хотим увидеть, и что этим не является. Мы всегда видим то, что хотим увидеть. Абсолютно точно. Просто я мог потратить эти деньги, купить машину, например, но я купил несколько работ. Потому что это мой кайф. И все. Мне кажется, еще вопрос разношерстности, разнородности этого визуального материала, часть которого можно поднести к какому-то классическому концептуальному искусству. В том, что это вроде как отражение современной визуальности. Вроде как реальность говорит с нами через эти произведения. Ты позиционируешь себя современным. Ты есть здесь и сейчас. Ты можешь общаться с художниками. У тебя есть с ними прямая связь. Говорить про практическое применение этого тоже вообще абсолютно, мне кажется, нерелевантно. Акт поддержки. Вот, например, как Ярд, художница афрокубинского происхождения, которая на торгах в честь дня рождения Тора продалась за 2 миллиона долларов. Никто вообще не ожидал. Никогда о ней никто не слышал. Она всегда занималась генеративным искусством. Это была такая генеративная штука, последовательность изменяющейся кода первого, там, Тор-Онион. Почему человек, некто заплатил такие деньги? Потому что он, не знаю, поддержал ее происхождение, поддержал ее идею, поддержал Тор, поддержал, в общем, захотел ассоциироваться с этим. И этот момент, эта причастность, не знаю, мне кажется, человек, который покупал когда-либо в своей жизни искусство, сто процентов подтвердит, что кроме акта покупки и продажи, чем, в общем-то, является вся эта история с NFT, есть еще важный слой причастности, коммуникации, присутствия. И вот ты сказал о shared collection, разделенном владении. Вот это, ну, кажется, наверное, может быть самым важным. Всегда присутствовать в этой цепочке вовлеченных людей. Мы много говорили именно о функциональной части и мало говорили о реально новых жанрах, которые появились. Вот это мне действительно очень понравилось. Это не самая популярная история. Вот сейчас про shared владение. Очень прикольная тема. Есть платформа AsyncArt, которая чисто про программируемый арт. И там, например, у меня был один из первых кейсов. Я сделал арт, который состоит из четырех слоев. Работает так. Первый слой — это финальная работа, которая выставляется в галереях. Ну, то есть вот кто обладает этим слоем, тот может ее показывать. Дальше там был портрет. Дальше у меня было три разных персонажа, слой с разными персонажами, с разными аксессуарами и разным фоном. И это купили четыре разных человека. И очень прикольно, что теперь другие четыре человека решают, как выглядит мой арт. Это очень интересное ощущение. То есть это просто психологически очень прикольно, что ты заходишь, и за тебя коллекционеры решили, как выглядит твое произведение. Это тоже, я думаю, будет такая интересная новая волна. Она не такая популярная, потому что там посложнее создавать. Интересные механики, да. Там надо вникать. Но вот для меня это именно ближе к арту, потому что в этом есть новое, в этом есть какое-то высказывание. Особенно моя-то работа «Ладно». Есть работа «Сделали шахматную доску, висящую в космосе». И там две руки играют в шахматы. Два коллекционера покупают левого игрока и правого игрока. Висит картина, и они играют партию в шахматы на ходу через блокчейн. Мне кажется, это искусство. Для меня это действительно и новое, и интересное, и высказывание в этом есть. И действительно завязано на технологии. То есть сам арт является частью блокчейна. Точнее блокчейн является частью арта. Вот это действительно прикольно. То есть акт взаимодействия покупателя это уже становится не просто лицезрение, а ты участвуешь в процессе создания условно. Красота в глазах смотрящего теперь не просто красота в глазах. Ты еще можешь сам его изменить условно арт, который тебе нравится, и ты можешь его продвигать дальше. Да, еще это право передать кому-то. То есть это уже такие более изощренные механики. Но это то, что мне действительно очень нравится лично. Механики взаимодействия, да, становятся все более и более расширенными, интересными и в генеративном арте, как бы как раз с возможностью обратной связи на произведение, которое было создано какое-то время назад. Согласен, да. Давайте у нас есть время еще на один последний вопрос из зала. Здравствуйте, меня зовут Женя. Мне хотелось бы больше про искусство спросить. Вот что делать молодым художникам, которые хотят начать заниматься цифровым искусством и войти в это поле? Что бы вы им посоветовали? Учиться. Идти учиться на цифровых художников. Нет, но опять же вопрос легитимизации, о котором мы сегодня говорили, все же есть ощущение, что вся эта история, несмотря на уже какое-то, может быть, завихрение и оформление метавселенных, все же находится где-то в оффлайне, происходит между институциями, коллекционерами, художниками, малыми какими-то горизонтальными комьюнити, премиями, всем на свете. И, ну, в первую очередь, чтобы не выдумывать в 10 раз велосипед, здорово, ну, посмотреть, что уже было в цифровом искусстве, на специальных каких-то программах, послушать преподавателей талантливых. Вот. Потому что, в принципе, мне кажется, главное, что я могу сказать, все уже было. Наверное, сейчас вопрос какого-то такого гигантского расширения, но, ну, типа, практически все, что вы сейчас предложите в качестве нового цифрового произведения или высказывания, или идеи, скорее всего, уже делали в 60-е, 80-е, 90-е. Поэтому, ну, учиться помогает вообще. И добавлю просто, самое, наверное, главное, когда начнете учить софт, пожалуйста, не становитесь рабами софта. Потому что в digital есть такая штука, что сам инструмент очень влияет на тот язык визуальный, который у тебя получается в конце. И, к сожалению, вот сейчас можно зайти даже на топовые ресурсы, типа ArtStation, зайти там в топ, и вы просто не различите этих художников. То есть настолько это все похоже, не говоря уже про NFC, то есть действительно 95% я… Digital Art даже не подходящее. Слово, я не знаю, digital, пускай это будет визуальный digital. И самое главное, когда вот идет это обучение первых шагов, сохранить свой какой-то визуальный язык, потому что это, наверное, самое важное. И немножко нотка здорового феминизма. Я не знаю, с чем это связано, но я вижу уникальный стиль у digital именно у девушек, вот 90% случаев. Я не знаю, с чем это связано. Почему-то просто интересный факт, что они там и рисуют как-то по-своему, и 3D делают по-своему, и заходишь к ребятам, там прям вот эти вот кубики, рендеры, неон, хром, то есть все одно и то же абсолютно. Ну да, как короткое добавление к предыдущим идеям. Мне хочется поделиться страшной мыслью о том, что если этот вопрос возникает, типа, что мне нужно сделать, чтобы стать цифровым художником, то, возможно, как бы лучше пока не надо. То есть, да, все-таки художественная интенция произрастает, наверное, из какого-то опыта, который как-то формируется. Здесь интересно посмотреть, действительно, откуда вот эта интенция уже произошла, почему я уже могу об этом говорить или почему мне уже хочется об этом говорить или почему я, не знаю, там исключен или исключена из разговора об этом. И, ну, в общем, да, это такое аккуратное целеполагание плюс действительно образование, мне кажется, ключевым вообще в любой деятельности. здесь, мне кажется, важно смотреть на большие поля. Действительно, не только там думать о медиа, искусстве, а вообще об истории, возможно, искусства. Почему мы этим занимаемся, этим всем прекрасным и бесполезным и не продающимся еще заодно. Ну да, и вопрос, который сейчас довольно часто получаю от людей, которые приходят в качестве абитуриентов на программу школы современного искусства, который как раз называется «Новая медиа в современном искусстве», они такие, что такое «Новая медиа». Вот, в принципе, это, ну, не такой уж и первостепенный вопрос, потому что в конечном итоге, ну, типа, это все функционирует по принципам и по законам и по какой-то цели художественного высказывания, постконцептуального, там, не знаю, художественного высказывания современного. А это, в общем, ну, набор инструментов, которые, ну, честно, на мой взгляд, конечно, я тут субъективна, но, мне кажется, необходим в 2021 минимум году, вы можете, не знаю, провести эксперимент и подумать, все искусство, которое вы видите вокруг, не знаю, серфил ли художник перед тем, как создать работу, произвели ли на него какое-то, оказали ли влияние большие данные, быстрые данные. Если да, ну, в общем-то, наверное, все-таки можно говорить о том, что технология проникает в искусство, даже если это лепка из глины, как ты говорил. Поэтому, в общем, я как раз за то, чтобы начинать сразу, в общем. Я что-то вообще не в ту сторону совсем тоже направил. Сейчас вот меня что-то стрельнуло. Зачем? Мы говорим об NFT. То есть там просто цифровой продукт на выходе, когда вы как бы эту работу заявляете. По факту, я не знаю, каким именно медиум вы работаете, но задача просто перенести это к NFT. То есть, возможно, вам не нужны какие-то программы. Может быть, вы уже все умеете, вам просто нужно оцифровать то, что у вас есть. Потому что сейчас уже немаленькая волна художников, которые работают с классическими материалами. Их весьма уважают. Причем даже с России, я вот сейчас не помню девушку, она маслом пишет, по-моему. Там у нее очень-очень все положительно. И Twitter очень поддерживает. И там и с продажами все классно. И digital она не делает, просто она как-то цифрует это. Ну, то есть, и такой путь тоже есть. Не обязательно не свое как бы начинать изучать. Я, может быть, скажу, если не ошибаюсь. Микеланджело однажды спросили, вообще, как стать великим художником? Вообще, что нужно сделать, чтобы быть художником? Ну, и он сказал, что это 10% таланта и 90% работы. Поэтому я думаю, что если вы хотите стать успешным художником, вам просто нужно работать. Все решили высказаться. Я сейчас очень немножко резко. Жопа часы. Знаете такой термин? Жопа часы. Часы, которые вы сидите на своей филейной части и работаете. Примерно 10 тысяч вот этих часов делают вас, если не гением, то внешне очень талантливым человеком примерно в любой области. Спасибо. Ребята, подведу итог. Наверное, всего, что мы только что обсуждали. Очень важно. Остается общение и коммуникация между живыми людьми. Чтобы понять, что происходит вокруг, общайтесь между собой, учитесь, безусловно. Спасибо, что пришли, уделили нам время. Давайте похлопаем нашим спикерам. И теперь похлопаем сами себе. Мы красавчики. Все. Финал. Спасибо. 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 Спасибо.